ну это пока так разминка просто опять надо поздороваться в игре узнают ничего не привет парни здоровы ребятами привет на гибатор не ругайся ой сори точно совсем лучше решили стримы играю на стримы не паришь вот eclipse strike ой inspire strike пока вот думаю страйку думать еще до 30 но если скажет inspirer точно что не поедет я думаю страйк у нас как-то все равно решит проблему и ехать я стал дам там они решились и просто и и буду рисковать ехать или не буду искать их суса а если сам на самолете тебя нет порядка это без разницы вся проблема в том что границу у тебя идет все и весь этот паспортный контроль и просто и данная лезвия в самолете салюта будет со своими матами ребят лучше идите лес на другое место до это тут 29 5 где она прям с на рядом с трупом сутки ой-ой-ой дыши 70 офигеть сушка стоит осторожно я не пойму мне какой-то снаряд заговорен и шумня я стреляю сразу влетает еще куча дамага это снаряд командоса сразу все по моему вкусу лорейн 155 кд а у него когда там 18 опять когда меня стрелял я просто смотрел как они лупят там по скорости в смысле как они ездят и офигел бачат еще круче нет бачат чуть помедленнее я даже меня темные мысли посещали может мне тоже скоти тогда артовика и взять себе бачата но потом я че подорожил с собой не спасибо не надо в городе знаешь как плево заряжаешь короче комплективы там заезжаешь какой-нибудь десятки сзади и просто там пыш 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 а че кумулятив бьет нормально? ну в те места где меньше ну около 200 и меньше то да а там силенка влог в сто десятку влог не берет 238 фу да че как ббшку грилят? фу как па че грилят? да 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 кумулятив вообще там не очень у 8 в 3 в франции ту есть я два барабана раз выпустил этому сто десятки влог ни разу не пробил но так фишка в том что ты и быстро то не сменишь его ну да ты говоришь что там хорошо выезжать в жопу и разряжать барабан ну это в городе пока ты будешь это все делать сколько там минута нет проблем не у нас в этом Пробитие только о том, что минута зарядки, это все нормально. Ой-ой-ой, тут соточка. 17 хп. Не пробита броня. Зачем пробивать? Мун у нас тут, нет? Да тут. Татар-ты уворачиваешь. Совсем замолчал. Мне вчера на Фоксе Су-5 с двух выстрелов оставило 30%. Сколько хп в этом фоксе? 1600. Так, сейчас. Все готов. Сейчас у нас стрим-задяжка идет? Ну да. Я вот смотрю бой на втором мониторе пока. У тебя два монитора? На ноутбуке. А слушай, чтобы два монитора поставить, там видеокарта какая-то нужна или что? Нет, ну на видеокарте должно быть два выхода, да. Ну они разные, по-моему, да? Да нет, одинаковые. Ну значит, меня точно не тянет до монитора. Один большой и один чуть поменьше рядом. Вот, который поменьше я не использую. Что можно делать, допустим, с двумя мониторами? Кстати, это удобно? Нет. По глазам бьет. Там как бы, ну получается, да, да. То есть у тебя на один глаз напряжение из-за того, что вот рядом второй монитор стоит. По боковым зрением. Да. Да, ты смотришь в один монитор, а боковым зрением видишь второй. И это, ну, напрягает сильно. А по-хорошему их ставить надо рядом, да? Ставить вообще надо три играть в батлук с очками. Я видел вон на нашем форуме кто-то там постил, на трех мониторах в танки играет. Да ну, бред, мне не понравилось. А тут разве есть поддержка 3D Vision или что? Я не знаю, он включил на трех мониторах в танки, там видос прямо. На DreamHack'е были как бы стенды. Предлагали в Battlefield поиграть на трех мониторах. Там говорят непередаваемые чувства. Не знаю даже какие-то чувства, но наш сетляп проглывается каждый день. Я думаю, мы еще доживем до того, как это шнур будет вставлять в затылок. Голово и какая-то реальность. Да, и будут непередаваемые чувства. Как в матрице, да? Да, запросто. Ну, если честно, я бы ничего не хотел вставлять себе в затылок. Да не, если такое будет, то мы уже, думаю, пролетим. Наши дети будут вставлять. Там надо операцию какую-нибудь на мозг его сделать. Но у нас уже все сформировалось. Не, в будущем дети будут уже... С разъемом. Там же были какие-то программы, я слышал. Какой-то чип можно вставлять вместо паспорта и полная идентификация, чтобы было на всю жизнь. Ну, его же не в голову вставляют. Его куда-то в руку, по-моему, впиливают. Ну, в пальчик, по-моему, нет? Я смотрел, как, короче, из Америки чувак на руку имплантировал, или как там говорят, магнитики, и свой айпад, или что там, туда ставят, и он прикрепляется, на магнитах держится, говорит, типа, удобно. А че, пальцы чем ему не помогают? Нет, это прямо на локоть имплантируют четыре магнитики, и куда ставят свой айпад, он туда на магнитах держится. Не знаю, мне пока пальцев и карман хватает. Че-то он вообще лентяй, походу, этот парень. Где-то вот тут стоит Т-34 и снайперит. Там у Батчат стыдно, я не пойму, где у них арта вообще вся в К-1. Она не стреляла по мне ни разу. Я свечусь, я не знаю, кто на вас светит. А, понятно. У меня что-то маскировка вообще не работает сегодня. У меня тоже. Я не знаю, может это глюк какой-то? То есть у меня, ну, вот я из кустов нормальных стреляю, и постоянно свечусь. То есть просто вот второй бой уже. Это стопроцентная маскировка. Ну, я щас стрелял по центру, по Батчата на 428 метров и засветился. Ну, смотри, вот тут был какой-то рестарт сервера, вот, и, ну, не знаю, у меня маскировка не работает. Ты хочешь сказать, что это как на паленых серверах, там, какие пиратки, отрубаются скиллы и еще чего. Ну, блин. А это камикадзе сделал. Вот, я щас не пробил Батчата в жопу. Не в маску, а в жопу. А в жопу, кстати, сейчас стоил. Сегодня второй раз. Играл со страйком, не пробил. С 54-ки в жопу Батчата 6%. Арта стоит прямо тут где-то. Есть арта. ГВ-тип? Ну, я не знаю, он... Давай убьем Батчата. А как мы туда влетим, у них, посмотри, 900? А там Тигр П, Батчата, С4 еще. Все, да? Ну, там арта их прикрывает. У нас семер выехало, две арты скинулись, он кончился. Скажите, не умирай тут. Как так у него получается? Почему я так не могу? Да уж, надо уезжать. Где-то ее встречать. Сзади тебя 75-ка. Поставил на гусер, вернул. Вот так. Заговорились. Мне не понравилось. Барта вообще, откуда она едет? Зачем переезжает? Там четверо едет. Блин, я не успел заскринить. Что? Там написали. Я его потроллю. Прикольно. Что? Что? То, что это значит. Давай уже сливайся Неохота Серт убей Нафига Сдохла арта, которая стояла за мною Так же, как и все остальные Светанулся Не работает маскировка, я не знаю, что происходит То есть просто у меня есть мания какая-то по этому поводу То есть просто стреляешь и сразу светишься Неважно, куст не куст Хо-хо-хо Так, те пауэр Уже 15 минут осталось Думаю, в бой успеем сыграть Угу Заводим Посмотрю, в скайпе онлайн нет, щас Коману оффлайн А есть замена У тебя есть фокс? Фокса нет Как раз сегодня вот общались с ним, как правильно Он говорит, что фош А я забыл Фош Бейсболки Бейсболки У нас вечером, короче Гража была И мы такие говорим Девушка А не хотите, короче, вечером на моем батчате покататься? Прокатиться Глаза вылупило Нормально Комплимент Ага Нет В каком месте здесь комплимент был? Не знаю Типа батчат классный Показали, насколько они крутые Типа батчат А вот Мы так поняли, фейл был только в том Потому что мы неправильно сказали батчат Повар сказал, что надо было сказать батчатальон Или как там Тогда бы ей понравилось Она бы согласилась Да, именно в этом был фейл, парсанай Естественно А так все правильно сделали Так, у меня тут 50b И я что-то не хочу с ним встречаться Лог, лог О, Мон, там классная позиция вообще Маскировка заработала, да Ура Нет, вот там где ты стоишь, там нагибается, да? Ну, блин Стреляю Нет Я там ни разу не стоял никогда Ну, если они выезжают На эту сторону То это случилось Кто-то сделал Сергей Просто меня весь бой пасёт А так А из тебя голод пока не дают Попробуйте меня на Эктигре убить Этого мне потом Эктигр машина на гиба Ой-ой-ой Не повезло как в 50б Ему влетело В 54-ке стрельнил в гусли, а у него трепется красный стадо Ты еще за этим смотришь, у тебя мастер, что ли, эксперт Эксперт есть у меня Хоть бы на стрим не говорил Это как, я им убиваю гусли с демеджем, красный становится И сразу же у него этот еще, триплекс красный стал Всем привет Привет Мы же тебя потеряли Давай заходи и стартовать уже будем И взвод раскидываю, пацаны Нет, Ангел Ты же тебя на каком кластере, кстати? На первом Ты хочешь за нас голдул? Нет, я наоборот не хочу, там, ага Да хомячки были остались убивать Вероятность того, что ты попадешь, очень низкая Крайне мала Кирилл, что ты хотел? В смысле? Ты сказал, слышь, Ангел, и повар зашел и что ты сказал? Я хотел, чтоб ты Иса третьего убил Ага Летапка, они оба меня хотели убить весь бой Ой, я ИС-1 пройду Какой он страшный, а? Только тапкой я убил Стофи просто убирай, вот эту Меня хочет убить, убивай Ну, Артан, надеюсь, на вас смотрит Ангел, тебя вообще не каляль, да? Мне не надо, да Устрои Сейчас секунды ниже схожу, но голда надо Арта в меня стреляла, похоже Ну, делать нечего Капец Мункис, что только ты Да, да, да Давайте там что-нибудь делайте, уже вторая стрельнула в меня Так, так Делать нечего Во-первых, они хотят этого Французского эксперта, да? Во-вторых, это сам фраг Мункиса Фраг Мункиса хотят больше, чем французского эксперта, я думаю Французский эксперты Ой-ой-ой, они две арты куда поехали Французский эксперты ПТшить поехали Вонючки Я думаю, они за французским экспертом А как я люблю врываться во рту На карту смотришь, просто как В какой-то муральник ворвался И все такие разбегаются Жалкие такие Уииииии Особенно, когда ты На этом каком-нибудь там Толстопарде Обчафе Или Тусяр-2 Я тут Что быстро-быстро дамажит И убивает Да просто Как только в свету И еще если лампочки есть То сразу разбегаются Такое жалкое зрелище А я никогда Не убегаю Я убиваю Ромочка На голову Опаньки Не успел Успел Как всегда Не, я гусеницу сбил У меня за собой Что захват идет Угу Так, ну Я распускаю Окей От пауэрслайда Ой, мне эксперты СССР дали Рад Клево Ты чё, совка Какого Убил? Тройку, что ли? Объекта 261-го убил И 54-ку за весь бой Странно Да Как у меня Как будто за 34 тысячи У меня германцев Германию Типа вырезал Я только францию не нагнал И совка У меня франков нету И Америки А шо, там теперь если наезжаешь пишет чего не хватает А у меня их вообще нету почему-то Повар, напиши, что до единицы видишь отчет После единицы нажимаю в бой Ууууууууууууууууу Так чё, на фоксах играем? Сразу Сначала Ну, мун будет всегда на фоксе Ну и сначала на фоксе Потом Фош Фош На форше, да? Это важно, я думаю, для зрителей. Научи манерам их. Кого-то скрип идет. Это умуно. Вот он опять нажимает. Задержку стрима можно сообщать хомякам? Задержку стрима. Сейчас стрим идет. А, так у меня микрофон выключен, оказывается. Я вот решил чай попить, и чтоб не сербать, выключил микрофон. За стрим идет? Не слышно. Да, стрим уже полчаса идет, мы тут разминаемся. Так вот расскажи. Повар Слайд, почему все-таки Фош? Фош, потому что он назван в честь, не помню, генерала или какой-то важный мужик, Фердинанд Фош. То есть на Википедии про него можно почитать. Памятник ему стоит даже. Сейчас вот найду статью. Насколько я знаю, там шасси-то у него по германским чертежам сделано. Французов много или чего-то, у него гляжки даже. Технология очень много у немцев заимствована послевоенная. В Париже Фошу установлен памятник. Ну, если честно, до выхода я вообще думал, что он будет похож больше на ЭКПЗ. Четвертый, ЭКПЗР. Ну, какой-то не такой, как я представлял. Вот в канале кинул на анонс ссылку. Давайте еще минутку пофлудим и потом стартанем. Так, пока... Вот на тему обсуждений в канале кинул на сети. Почитаю, что тут пишут. Какая задержка? Три минуты. Может, там мой ник исправить. Задержка три минуты. Да, на ноль? Угу. Единственное, что да, вот парни спрашивают вопрос про задержку, а они же ответ услышат через три минуты. Ну, написать можно. Я напишу. Не забывайте, ладно, там напоминать, что отписываться нигде, никому не надо будет. Стартанем скажем, там каждые два боя гонят. А то там будет приват очень много, если что-то писать, где надо отписаться. Повар, не забудь то, что это закидывать в каждом бою. Что люди чувствуют, что три мушкетера. И у нас ровно 7 часов. Время начинать. Всем привет. У нас сегодня стрим. Три мушкетера. Мы играем на французах. И против нас надо тоже заходить на французах. То есть у нас такой французский экшен сегодня. Называется все это три мушкетера. Вот, чтобы участвовать, заходите в канал МММ. В игре такой канал, латинскими буквами МММ. Вот, отчет будет там. Потому что не ориентируйтесь на стрим. В стриме сегодня задержка три минуты. Отчет веду я по варслайт. То есть от пяти до одного. И когда приблизительно ноль, я нажимаю в бой. Да. То есть с нами сегодня любители французской техники. Поверслайт и Кирилл Овит. Или не только французской. Не только. Тогда не только. Это пацаны, которые уже откатали на французах более нескольких сот боев. И я думаю, им есть о том рассказать. В стриме. Поделиться опытом. Ну, в общем-то, поехали, наверное. Да, давай. Давай, заводи. Отчет могу. Ох, протопил. Да, с отчетом я протопил. Молодец. Все правильно сделал. Ну ладно, посмотри. Бой, не забывай полы. Протопил я с отчетом. У меня первое знакомство с Фоксом. Или как? Фошем. Фошем. На тестовом сервере произошло не очень удачно. Мне Су-26 сняло 300 хп. Фулл дамаг нанесло и убило всех четырех членов экипажа. Это был мой первый бой на этой технике. Да, на тестовом сервере часто. Эмирал экипаж. Массово. Причем. Сейчас после нескольких патчей, вот 0.741 он стал это делать реже. Там на 33% уменьшили. Да. Я поеду направо, а наверх. А 0. Думаю, туда. Че по поводу самой ПТ? Это самый высокий потенциал реализации ДПМа из ПТ. То есть она немножко уступает Эк-Тигру по ДПМу, но благодаря скорости, маневренности, может реализовывать на голову выше, чем тот же Эк-Тигр. Да, низкий из минусов, конечно, низкий разовый урон, но зато скорострельность у нас просто превосходная. Она по скорости стрельбы превосходит средние танки девятого уровня, такие как Паттон и Е50. Хорошая пробитие, точная пушка. Да, одна из самых лучших по точности орудий в игре 0.32 точность. Для такого калибра просто лучше. 1.7 сведение тоже очень-очень быстрое. Еще прикольно, что она небольшого размера, напоминает Яхт-Пантеру и по скорости, и по маневренности. Вот в городе и очень легко танковать. У нее очень офигенный угол и маневренность можно подставлять его. 74. Да, фокушу. 1 минус это то, что арта нас легко пробивает, но главное тогда от арты прятаться. То есть первым делом остановимся за камень от арты, за укрытие, и оттуда уже стреляем, да. Или же держим расстояние, потому что маскировка достаточно хорошая. Ну, у меня в предыдущих боях было подозрение, что маскировка не работала. Я думал, что какой-то бах на сервере, потому что я все время светился. Ага, ох ты, как я не, боком протанковал. Боком, да, не очень удачно. Ну, экипаж, благодаря картонной броне всегда. Арта КД. А вот только что вот можно было видеть, но меня не пробили. Слевому. Добери. Угу. А я Мерседес добью. Так, надо пропасть через засвет немножко. Арта Су-8 разбеждаю. Арта положат посленно сюда. Объект тоже сведен. Сейчас наш объект протанчат. Ого. Я до снизу поеду. Отдельная мощность у нас еще очень хорошая, то есть порядка там 19,8. 11,7. Что-то такое лошадок на тонну. Ну, то есть тоже превосходит Паттон Е50 по этому показателю. То есть быстро поворачивает. Ну, маневренность хорошая. Набор скорости отменный. В общем, со скоростью все хорошо. Из модулей, наверное, интересно, что поставил. Ну, мой выбор это стереотруба, досылатель и оптика. Потому что двигаемся часто. Оптика тоже приказанная. Иногда нужна. А когда в кустах стоим, срабатывает труба и дает больше обзоров. У меня, по-моему, есть... В принципе, больше нечего ставить на него такого. По-моему, вентиль еще на ней есть. Вот у меня, по-моему, стоит вентиль. Стереотруба, досылатель. И, по-моему, у меня стоит вентиль. А сколько у тебя есть секунда? 7,09. У меня 7,25. Ты с братством? Не-не, братства нет. Значит, у меня точно вентиль, да. Ну, как-то я на оптику не полагаюсь. То есть, верю трубе. Остановился и все засвечиваешь. Труба плюс вкупе с отличной маскировкой и дает вообще отменный результат. Ну, как и на многих других танках, только тут нам еще маскировка помогает. Таким образом, что мы просто вот видим... Нас видят метров с 370 с маскировкой вкачанной в чистом поле. А как бы мы видим с трубой намного дальше. На каком расстоянии можно стоять в кустах и стрелять, и при этом тебя не заметят? Если ты от них не отъезжаешь, то метров 350 где-то. Вот реально. Может, 340. Ну, это так, по опыту. Ну, если отъезжаешь, само собой, 50. Движок. То есть, тебя увидят только в рентгене. Так, хорошо, проехали. Так честно, да, не забыть. Да, и с автоп, конечно, кидает вообще офис. Напоминаю, что заходите в чат МММ в игре. Вот, и на голос не ориентируйтесь, потому что у нас задержка 3 минуты. Поэтому смотрите, отчет по чату. В чате, наверное, имеет смысл чуть ли не там с 10 давать отчет, чтобы успевали среагировать. Ну, давайте с 10. Ну, или так, да, считаю. Кстати, а меня ошибил Лоррейн, по-моему, первый, кто заработал в нашем фолосе. А, да, играть надо против нас тоже, на французской. Любой французской технике за наше убийство получать 500 золота. Никуда писать не надо по получению. Мы сами просмотрим реплей, и вам это золото закинут. Судя по количеству батчатов, эти ребята куда надо попали в основу. Большинство, вот, один из них вот точно. Держимся вместе, парни. Да-да-да. Давайте налево, что ли? Да, подмазь. Батчатов-то сколько. И у нас тоже. Не просто так. В фан, это все неспространство. Жалуются, что мы к ним попали. Не хотели против нас. Своих, я напоминаю, убивать не надо, если что. Это тебя не спасет, у нас еще три минуты. А ну, то надо. Может, кто-то этого не знает, так сейчас нас начнут убивать. Ну, будущее. С того, респай, я вообще остановился вот сюда, вот в туннель. И можно было отлавливать все, что движется. Просто наглый устоять и броней держать. А в три так вообще можно протанчить, тут убить, что угодно. Даже двоих я не представляю, как закрутить, в принципе. Нет, тут сложно выезжать. Тройка, выслей. Стоп. Че себе. Что ж вы там получаете-то? Неудобная карта для таких вещей. Как вы делаете? Добил тройку. Нормально. Живи, 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 кир. Эх, все, развалили все. Да что ж такое, ну вот, просто я свечусь сегодня. Еще один едет. Ой. Да я добрый. Раздаешь подарки? Да, да, да. Кыш, батчат. Ну тут батчат, да, мне вот с ним помощь не помешала. Собственно, вот я встал как раз в пятнадцати метрах. Два батчата зажили. Что, прорываться к вам что ли? Да, да. Блин. Все, еще разобрал. Так у вас там все ок? Так, у меня. А, ну так. И у моего трупика. Еще я поехал-то, да. Ну, Кирилла уже не все так хорошо. Мне нравится. Дело доброе. Памятник сам себе, да? Воздвиг, да. Там где стой, сейчас такой злой. В стриме, вот эта верхняя надпись, три мушкетера красным статом. Да-да-да, сейчас сниму. Пробитие ниже, чем у ПТ-9 других левелов, но все равно отменное, то есть его достаточно для любых целей фактически. Плюс очень быстрое сведение, то есть выехал, точность на ходу средняя, то есть как у батчата, в общем-то, где-то. Но выезжаешь и прямо стреляешь сразу, в отличие от батчата. Поеду, поймаю батчата. Угу. Я пока подержу двоих трейдеров. Выживает. Смотри, там у нас 110-ка уже подставилась. От всех. Вижу, вижу. Блин, так же нет, проехать так. По самой дальней, если проедешь, не должны заспить. Хотя карта, карта тут маленькая, кстати. Она 600 на 600 где-то. Нормально, без урона. Думаю, проеду. Вот это да. Сколько он здесь снял? Да, ну, почти фулку. Да. Там парень божит, конечно, на Лорейне вообще. А он, видимо, охотился. Ну, понятно, что он, наверное. Видишь, как радуется. А только вылез, мне сразу в шапку прилетело. Сейчас тебе, Пауэр, он меня тут же убил. Да, я вижу. Давайте посмотрим на Пауэра. Ну, по идее, выигрываем все равно. Это, ребят, там, скажите, где танкистам вопросы задавать. Там, заряд.су. Да, на нашем сайте там есть стрим идет. То есть вы можете, там, чатик есть. Можете, там, задавать вопросы. Ну, тут, как бы, я не хочу уезжать, потому что... Потому что Лорейн у них есть. Да и смысла нет. Ты их, как бы, троих сдерживаешь. Хотя уже можно. Пойду, да, уже. Да, уже. Батчат, вот опять. Так, вот, вот я с задом отъехал, и он не прошел по мне урон в крышу. Вижу, Арту не в простреле пока что. Зато ты у нее в простреле. А, я сейчас поверну. Та самая арта. Ой, вот это я промазал обидно. Четверка отсределась, по-моему. Опять арта. Ну, вот, в лоб нормально, а дамаг, как бы, нормально проходит. Не слишком большой. Ну, смотря, как попадет. Наконец-то его наказал. Ты растянут, как колбаса. Отомстил за нас. Вверх падает, прям в крышу. Да, часто в крышу падают. Че-то наши ребята вот умерли. Еще один умер. Неудачно я его подпер. Там сотка не засветится, надо четверо пытаться убивать. В крышу четверо пробил. Я пока тщательно смотрю. Можешь озвучивать тогда вопрос. Да пока нету. Сейчас у меня мехвод умер, поэтому моей медлительности она не такая. Вот спрашивают, есть ли шанс на лоу-левелах нас встретить. Ну, наверное, на каком-нибудь, там, Т-52, если это можно назвать лоу-левелом. Начиная с 7-го, я думаю, можно. Франц 13-90 должен к нам попадать. Аж может 13-75. Ниже вряд ли. Опасно мне сейчас давить. Надо ждать, конечно, второго. Хорошему бы и арте приехать. Я и проклацал, то есть? Нормально. Ну, да, вот я бы, если бы она через железку приехала. Чуть получше было бы. Ну, смотрим. Сейчас умрет. Ой, ну зачем он сюда поехал? Офигеть. На захват достал и все, что было ехать сюда? Да, да, да. Теперь мои шансы, конечно. Нет, подожди, теперь ПТ может встать на захват. ПТ? Порт арта, да. Напиши. Поехал куда-то. А он там из окон не сможет сбить заход? Был бы мехвод у меня, я бы бегал от Е-100. И артой бы его закидали бы, я думаю. А так я не рискнул, как бы, ехать к нему. Попробуем позитиву другого занять. Он еще и... А, ну он по-любому ландшотный, конечно. Блин, а он уже несется. Ай, стал заразным. Тебе бы... Тут... Сюда бы, допустим, в пустые стоят. Буду так уже, ладно. Стоять, я не уже... Я поеду, я могу провтыкать. Конечно. Ого. На гусеницу поставил. На тебя смотрит. Надо стрелять. Не, не пробил. Никак уже. Тут разве что если он мне не пробил? Вас уже 800 человек смотрят. Я думаю, что он профугасит сейчас тебя. Опа. ББ. Отлично. Слушай, ну как... Как удачненько. Еще и загорелся. Ну я бы успевал его добить, кстати. Скорострельность у меня отменная. Просто сжег его. Стальная стена. Не забудь отчет. Да, да, да. Напоминает. Так, вопрос можно вам задать? Да, конечно. Какими модами вы пользуетесь? Разрешено ли использовать моды на турнирах ESL, StartBatter и так далее? Заранее спасибо. Ну и Кирилл первый. В модуле я уже говорил, что у меня стоит досылатель. Нет, модами, модами, Кирилл. А, моды? Ну только разрешенные. То есть отдаление камеры, вылет хп, другими не пользуемся. Прицелы, может, там у кого-то стоят. У меня еще стоит мод, чтобы понять, с какой стороны урон по тебе вылетает. У меня отдаленная камера получается еще... Что еще? В прошлом патче статистическая была, а в этом я ее решил выбрать. Она отвлекается. В чем особенность французских ПТ? Основные отличия от остальных ПТ девятого левера? В дальнейшем будем брать другие ПТ через несколько боев, я думаю. То есть, да, это такой, знаете, долгий ответ на этот вопрос будет. По мере стрима вы знаете. В принципе, весь стрим, он как раз и об этом. Об особенностях французских ПТ. Напоминаю, ребята, что наши мушкетеры будут еще кататься и на Яхтигре, на Т-30, на Объект 704. И подробно расскажут о плюсах, минусах, об особенностях каждой ПТшки. Поэтому смотрите наш стрим до конца, будет много интересного. Как вам французская арта? Спасибо. По-моему, у нас ни у кого вот из трех стрима нету. Я себе ПТ выбрал, решил ее первой брать, а не ту. Но так я смотрел, как другие на ней играют. И на тесте я играл. Может, в этот счет давай уже? Да, идем. Стоит вопрос. Поверсайд затащил ПТ, а я смотрю. Да, там хорошо, хорошо. Так, меньше попало сейчас. Че-то франк. Респаун у нас не очень хороший, конечно. И, наверное, за маяк, я думаю, наверное. Тот батчат коричневого цвета явно за нами пришел. Так, парни, кто смотрит стрим, вот интересно, в какой момент у вас появляется реклама. Если она есть, да, у кого-то, то отпишитесь, просто в какой момент она у вас выскакивает. Так, и да, я тоже наверх поехал. Тут спрашивают, есть ли у нас барабан. Нет, барабана у нас нет. Скорострельность у нас каждые 7 секунд с четвертью. Это если без доп. пайка и вентилятора с братством. Стандартный КД. 7 с хвостиком, короче. На десятом уровне обещают французскую ПТ-САУ с тремя снарядами в барабане. Но это десятый уже. Урон у нее, конечно, будет 750, то есть веский, но с таким уроном за барабан, я думаю, долгая перезарядка будет. Вы барабанили общее? С одного снаряда. 155 миллиметров пушка, то есть порядка 750 дамаг будет за выстрел. Общее 250 получается. Тут нам бачат немного мягает, конечно. О, замечательно. Сразу понял, что ему тут не место. А нас не видели, что получается. У нас не рассекретили. Не, меня рассекретили. У меня лампочка сработала. Да, сколько вот у тебя перков? И у тебя ОМОН? Какие экипажи посадил? У меня два полных и третий на 80. О, хороший. С 50Б, наверное? Да. Это единственный мой экипаж нормальный на французах. Я даже так же поступил. Вышли они полгода назад. Особо не успел еще прокачать экипажи. Семерка поехала, пошли патифанку за ней. Ну вот, у меня так же. То есть, вот как появились скиллы дополнительные на экипажах, я решил, что качать в каждой нации максимум один экипаж. Ну и, собственно, вот этот экипаж я и пересаживаю. С танка на танк. Не, у меня на каждом свой сидит. Они, конечно, наверное, слабее, чем у тебя вот этот один. Но зато мне нет нужды пересаживать. А я просто, ну, особо не вижу смысла там... Так, сюда бачат сведен. Двойной опыт, например. Обкатывать. Гораздо прикольнее вот на чем-то одном. Там захотелось поиграть, берешь, играешь. Бачат два снаряда отстрелял. Арта, которая... Ну, он у нас лупит, конечно, просто. Народ жалует слишком на частую рекламу. Можно ли ее как-то уменьшить? Ну вот вопрос в том, в какой момент она вылазит. Ну, она слишком хаотична, в любой момент вылазит. Разных по-разному? Ну, не знаю, я вот смотрю, она... Хочешь посмотреть бой, она хоп и вылазит, хоп и вылазит. А сколько она длится? Секунд десять, восемь. Какие-то таблетки там реклами-произор. Это уже... У нас буквально вот со вчерашнего дня партнерка на Twitch. Поэтому время от времени она вылазит. Но понять надо просто, когда... В какой момент? То есть это можно... Ой... Можно... Бэлии... Настраивать. Все, поставили. Ой-ой-ой. Там у вас плохо все, да? Кирилла, да, накинулись тут вообще. Ты меня сплэшем сначала. Туда ехать имеет смысл? Ну, там весело. Блин, а я только отъехал, тут Маус выехал. Вот, зараза. Ты не успеешь. Я уже не успею, да, никуда. Там все решится. У нас, похоже, не очень умные были союзники. Они нас не поддержали, похоже. Либо они на перезарядке были тоже, вот это возможно. Ну, 120-й вряд ли. А уж он только сейчас появился тут. Просто сзади нас был. Так, ну вроде счет хороший, позитивный. Такой сильный я, где нет мушкетеров. Все хотят успеть на другой отсчет. Лорд 2 спишет в чате. Ну, это каждый раз, по-моему, на таких стримах. Все по-быстрому, как раз-раз. Чтобы не провтыкать. Спрашиваю вопрос, на каких танках можно к вам попасть, и на каких можно вас убить, чтобы заработать долг? Вот, Denver 166 спрашиваю. Ну, французская техника, вся. Но попасть вы к нам сможете, скорее всего, начиная, если это вет средних танков, то с АМХ-75 или 90-го. А тяжелая ветка, это АМХ-50-100. Не, по-моему, кстати, не попадают 75-ые. Потому что я не видел их еще ни разу. Илья задает вопрос, что лучше качать, арту или ПТ? Заранее спасибо. К чему душа лежит, то и качать. Если ты чувствуешь... Хороши они обе. А если чувствуешь задатки артовода, то качай. Арту. А если танк, не обязательно ПТ, любой, в принципе, танк, то... Народ, а за поражение тоже голду дают, спрашиваю? Да, если бы даже проиграли, но сделали фраг Мункиса, Пауэрслайда или Кирилл Нойда, вам дают 500 голды. Подписываться никуда не надо. Сами просмотрим реплей и всех наградим. И Тим Килли тоже, кстати. Да, Тим Килли. Не надо. Это не все. Кроме как бан аккаунта, с темой вы ничего не получите. Так, отчет. Народ просит отчет в чате МММ в канале в игре. В бой. Ой, что-то вообще никого не кинуло. Лорейна. Там вроде я нормально нажал. Не раньше. Так, вопрос еще один. А если они будут на Яге или 704-м, то они, охотники, тоже должны быть на танке данной нации? Нет, на самом деле вы должны на французской быть. То есть на любой французской технике охотники должны ездить. А мы будем ПТ менять периодически на другие в целях сравнения. Можно в следующем бою уже, наверное, взять полную противоположность. Французской ПТ. Т-95, американскую. Ну, давай будем по одной менять, ты одну, а мы два флаж, а потом я одну, ты флаж, мон флаж. Что делаем? И так потихоньку пройдемся. Куда нам ехать лучше? Если б я знал. Там и в топе. Тут надо на остров кому-то было поехать. Не знаю, я в центр поехал. Ну, в центр, да. Это тоже ок. С моей скоростью. У них тяжи, то есть... Одна арта, две КД. Все, две арты в разряде, я взял гору. На какой еще другой БТ вы сможете взять гору? Еще один вопрос. Она спрашивает. Какая лобовая броня у этого БТ? 180 мм под, по-моему, 55 градусами. Под прямым углом там что-то 260 или 270 получается? Не, где-то 240-50, по-моему. Ну, в общем, на деле СТ-9 пробивает где-то один раз С-5, так, по опыту. А тяжи десятые чаще, да, чем нет. Ну, кроме Е-100. Классические десятые тоже. С пробитием 220 меньше, плохо. Пробивают даже под прямым углом. Да, под прямым, само собой. Если вы будете еще подстать умело углы, то десятки очень тоже... Белл-10 шанс не пробивало. Не пробивают. Ну, это я же говорил, что с огромным потенциалом ПТ, как реализация дамага, так и возможность оттанкования. Благодаря умелой подставке углов. Фактически у нас один злейший враг, ну, полтора арта и средние танки. Танкичики. Ну, и 13-90 тоже. Да, ну, да, быстрые танки, не то, что средние, быстрые танки. В принципе, против этих легких танков можно вполне стоять. Ну, сложно. Да, 13-90 сложного. Круто, но сложно. То ты выживешь. Батчат, по-моему, даже не крутит. Питание приходит. Спрашивают ребятам про запись. Будет ли она и где-то уже. Да, у нас канал на YouTube ProRatePV. Вот, и там все записи наших стримов выкладываются. Лев, на гору лезет. Монкис, почему танки на английском шпаре? Ммм, приятнее озвучка. Специально так сделал. Поставил просто звуки с английского сервера. С евроклиента. Ну, так прикольно. Тесно нам тут даем с Кириллом. Да, сюда заезжать на двух не надо. Мы мешаем другу. Ребята, какая кузника вам нравится? Какой вы себя чувствуете хорошо? Давай, Кирилл, первый, как сюда. ИС-7, Т110, Паттон, Е50. Ягдтигр. Я на средних танках. Мне они очень вот нравятся. Мне не лежит душа к советским танкам практически всем. Кроме вот Объекта 261 РТ-штаб. С месяца назад, купив Ягдтигр, наконец-то понял, что ПТ это тоже живой класс в этой игре. И играть на нем очень-очень интересно и, в общем, классно эти машинки. Их недооценивают многие клановые командиры и так далее. Ну, на ГК, конечно... Ну, сейчас здесь садки выйдут. Я уверен, половина стапов точно будет с ПТшками. Да. Того же француза или немецкую ПТ? Да, немецкая ПТ. 17-сантиметровое орудие будет. 170 миллиметров. Очень злое, по-моему. Пушка будет от 100 ГВ Тигра. Я думаю, на чем-то вот Е100 будет наравленный. На ковырен. Кто-нибудь из вас играл на суперпершинге или как он вам? Я нет. Нет. Видел в боях, разве что. Ну, друзья, суперпершинг только супертестерам дают, а у нас пока супертестеры... Ну, пока в этом канале у нас тут нету. Скоро выйдет, думаю, купим, сделаем еще стримы по этому поводу. Расскажем вам, стоит покупать. Я, на самом деле, долго жду суперпершинг. Мне нравится очень классический першинг. То есть, конечно, суперпершинг будет не таким, но все равно жду. Ну, я вот на днях покатался с Пашей, он был на этом суперпершинге, да? И вот до 95 три раза не пробило. В лобе. Не, мне нравится, как он выглядит. Я видел его в рандоме один раз. Какой-то обвешенный листами. Экранами, да. Ну да, листами. Ребят, очень хочу вас посмотреть, но не могу... Будет ли запись стрима? Да, запись стрима будет на канале YouTube. ProRed, моему дому. ProRedTV. Без точек, без тире, ProRedTV. Там вы сможете, собственно, посмотреть записи этого стрима. Нет, три таких ПТ в топе разносят все просто в щепки. Возьму я 95-го. Давай. Просят вслух считать. Нет, вслух считать не поможет. Нет смысла никакого. Да. У нас сегодня задержка. Ну, следующий стрим, вот, который Империя наносит ответный удар, там, где будет охота на Мункеса, который должен набить побольше фрагов, вот, там уже будет без задержки и, в общем, там будет такой хардкор жесткий. А я другого цвета в чате? Да, ты другого как раз, вот, поэтому ты должен идти в этот счет. Будет у нас в пятницу, да, стрим? Да, у нас в пятницу Империя наносит ответный удар, главной роли Мункес будет. В 17.30, по-моему. Там у нас задержки не будет, вы можете очень большой гол срубить, куш, так сказать. Приходите. Так, пишу. Сейчас я вот точно нажал в идеальный. А, ну вот, вот и случилось. Да, ребят, не забываем задавать вопросы нашим мушкетерам на сайте thered.su. У нас там чатик есть. Этот чат регулярно читаем и отвечаем на вопросы. Вот за нас бывшие масоны попались. Против нас тоже. Я пришел на горку на 95-ке. Ой, мы... Поеду, удивлю я. Мы во встречном бою, не-не-не, идем в город. То есть они респятся, смотри где. Можно по банану прорашить вообще шикарно. Ну, это ты Мункесу говори, а не мне. Ты на гору пойдешь? Да. Ну давай. Ну, я просто рядом с верхней точкой. А, я забыл, что ты на этом. На Т-95. Так, Т-95. Прямая противоположность Фошу. Самый минимальный потенциал реализации ДПМ. Высокий альфа-дамаг. Вроде как бы крепкая броня. Ну, на деле, если честно, этого не почувствовал. Ваншотится от арты не меньше, чем французская ПТ. 13 километров в час. Что еще? Это самое грустное вот в ней. И что ее отличает? Еще ее отличает то, что у нее те же самые 300 миллиметров очень хорошо шьются коммунитивами. То есть тоже Т-109 из трех выстрелов, два обычно пробивает коммунитивом в лоб на автоприцеле. Главное, в маску не попасть. Потому что угла нету. Это самая благоприятная среда для пробития коммунитива. Ну, случайно. Я хочу хорошо, наверное, себя чувствовать по броне. Так, тут 2-50Б. Мне нужна помощь. Ребят, как вы считаете, с появлением английской техники что-то может кардинально поменяться в тактике игры? Думаю, так же поменяется, как и с французами. Я думаю, они так кардинально, как и с французами поменяются. Все-таки у них нет такой прям фишки. Нет, просто с француз динамику добавили лютую. Да, все топовые французские машины очень быстрые. Кириллой, это из космических рейнджеров? Нет. Не знаю, что такое космический рейнджер. Это от имени Кирилла, так понимаю. Добьете? Так, 50Б. Две штуки взводных. Мне нужна помощь, короче. Берут базу, наверное, они думают, что просто за победу дают. Нет, нас убить еще надо. Они так хорошо от меня убирают. Вот у нас кол пишет. Хотелось бы побольше комментариев про само ПТ во время ввода. Ну, ребят, вот у нас мушкетеры наши делают на самом деле комментарии постоянно по поводу ПТ. Сейчас вот начали потихоньку менять ПТ. И хотят сравнить все ПТ девятого левого. К концу стрима они покатаются на всех девятых ПТшках. Расскажут вам плюсы и минусы. Ну, а ты в 95-м я заехал на горку. Тут уже никого нет. Если бы я съезжал в нее, я бы все равно только съехал. 13 километров. Максимум, что может... Я сбил один раз. Нет, тем не менее, нужна помощь тут сильно. Прямо вообще сильно. Оно пишет, что это цовкает постоянно. Это на самом деле звук в чате, когда кто-то вопрос задает. Можно выключить там кнопочка есть. У тебя отключился микрофон. Ага. Рекомендую звук выключить. На нашем сайте в чате есть кнопочка там с динамиком. Вот ее нажмите, чтобы звук убрать. Тогда у вас не будет этого клацания постоянного. Вот ребята жалуются, что у них в бою 14-13-90. Фош пробивается в бревно на крыше, спрашивает у СССР. А вот, кстати, очень интересно. 50 на 50 бывает без дамага, бывает без. Нет, там есть просто место, которое с уроном, а есть место, которое без. То есть, вот если посмотреть на Мункиса с лобовой проекцией, то вот эта часть, которая как бы свисает, не держится, снизу не поддерживает. Вот она не пробивается с урона. Ну, просто идет непробитие. А вот эта часть, которая прямо над ним, то она идет с урона. Это еще смотря с какого угла стрелять. То есть, если вы на вылет стрельнете, то может даже который корпус стрелять. Давайте на Фошике. По одному бою. Напоминает такую-то рыбу-молот. Вся эта конструкция на крыше Фоша. Кстати, интересно, для чего она. Чет. Поехали. Спрашивают, что лучше качать советскую ветку ПТ, либо американскую. Ну, вначале, конечно, советскую. Американская это для, ну, гурманов, что ли. То есть, если вы вот действительно поймете, что вы очень хотите прокачать американскую ветку ПТ, вот тогда ее можно качать. А просто так, ну, вы можете на игру забить. Если вы решите качать именно американскую ветку, и кроме этого в игре ничего другого особо не увидите, то, как бы, впечатления будут такие, ну, не самые лучшие. Вообще, на мой взгляд, в принципе, все, как бы, ПТ, а не в чем-то для гурманов. Ну, кроме, там, низких, низколевельных. Потому что играть на них, можно сказать, искусство, как и на СТ. То есть, самая классика здесь, это тяжелые танки. То есть, на них, как бы, проще, ну, научиться вам будет лучше всего. А вот уже потом дополнительные классы, это вот, их надо понять. У них арты нет, может, пропушили бы. Так, вот, еще один вопрос, интересный. Извини, Кирилл, Илья спрашивает. Правда ли, что японская техника будет плавать? Вы слышали что-нибудь о таком? Нет. Нет, а где плавать? Я что-то слышал, что плавать она, в принципе, не будет, техника, World of Tanks. Там, если при введении физики, то танки будут в воде просто взрываться, погибать. В течение пяти секунд, если они там будут, или десяти. Ну, вот, я сейчас на Т-30. Чем отличается эта АПТ, вот, от Фоша и от одноклассников, вообще всех. То есть, она уникальна тем, что у нее есть башня. В прошлом это был тяжелый танк десятого уровня с самой лучшей по урону орудиям, с самым лучшим по урону орудиям. У Е-100 только был такой же урон, но у Е-100 пробития была достаточно низкая. Здесь же мы имеем отличный урон, ну, среди десятых тяжей, который он был. Сейчас на ПТ, конечно, у многих такое есть. И при этом высокое пробитие. То есть, пробитие у Т-30 выше, чем у Фоша. Хотя у Фоша, ну, оно и там, и там достаточное, в принципе. Вот, только что момент был, я прокомментирую его. Да, вот это я тоже прокомментирую. Собственно, заехал я фейлово совершенно, думал там встать в кустике, которые, ну, очень маленькие оказались для ПТшки. Вот, и меня подпалил АМХ-50Б. И, ну, как бы, обычно при пожаре боекладка чаще всего ломается. Поэтому я просто ждал, пока у меня сломается БК пожаром. И только после этого ее починил. И ее, и двигатель. Вот, и после этого пожар потух, и, как бы, танк вроде бы мог бы дальше ездить, но тут артана накрыла. А в лоб тебе подожгли? А, практически в лоб. Как-то странно получилось. Это удивительно. Какой-то такой шальной выстрел был. Ну, неудачный бой, и, то есть, вот, неправильно поехал. Давайте пока посмотрим за Кириллоидом, что он делает. Как, ребят, на ваш взгляд, будут ли нерфить Фаше? Да нет. Не надо его нерфить. А что ему нерфить-то? Нерфить не надо, но будут. Откуда? Я тоже не хочу нерфить информацию. Я боюсь, что будут. Нет, это не информация, это, это, я думаю. Это выводы, скорее всего, по-моему, сложнее. Я думаю, что артубу нерфить будут, наверное. Пожалуйста. Французскую. Девятого левела. А ПТ, ну... Почему? Почти раз. Он от арты снялся, там, просто вот, с одного шота. Да, очень часто. Если другие ПТ не так часто, то ФОЖ, конечно, очень часто. И пробивает нас Гриль, Су-26, кому не лень. Парни, вот зачем вам в ангаре МС-1? Я думаю, это вопрос к МОНу. Вопрос задавали. Зачем в ангаре МС-1? Это брелок на удачу. Вон, у меня, например, стоит французский Рено. Это карму чистит, я думаю. У меня в классике Т-1 стоит. Ничего оригинального. Да, так вот, про Т-30. То есть, у нас два заряжающих. Смерть их вообще. Тривата невероятно долгая перезарядка. Но, как бы, это не так часто случается. И если это не случилось, то зарядка у нас 17 секунд. То есть, это дольше, чем у ФОЖа в 2,5 раза. А урон у нас выше, меньше, чем в 2 раза. То есть, урон в минуту, соответственно, намного меньше, как у Т-30, чем у ФОЖа. Но, конечно, альфа-страйк это в чем-то перекрывает. Самое главное преимущество это башня. То есть, сбитие гурицы нам редко чревато смертью. Хотя башня у нас имели, она крутится. Сейчас у меня, допустим, наводчик убит, поэтому нельзя это оценить. Просят повторить про ветки танков. Видимо, про американскую ветку и советскую, наверное, ПТ-шек. Ну, я могу просто про ПТ сказать. Еще после релиза начинал с немецкой ветки ПТ. Потому что тогда был Ягдтигр 9 уровня, единственный ПТ, доступный после релиза. И прокатав где-то 1300 боев на нем и пересев на тяжелые танки, мне было достаточно трудно вжиться в их роль. То есть, класс достаточно сильно различаются. На тяжи вам нужно взаимодействие огромное. Ну, если вы хотите на клановых боях участвовать или в ротах, или просто даже взводом на ПТ я один играл, так вот было трудно все это вливаться. Ну, насколько мне известно, Кирилл, ты один из тех, у кого первым на Севере Ягдтигр появился. Ну, да, так и есть. Университет еще не начался, был август, делать было нечего. Так, спрашиваю, как ваши жены относятся к танкам? Не ругают ли? Это не ко мне, но и не к Кириллу, скорее всего, тоже. Ну, да, собственно, все просто. То есть, вы по пятницам берете и ходите в клуб. Ну, стабильно, да, вот. Каждую пятницу ходите в ночной клуб. Спустя там 2-3 недели, я думаю, жена все-таки сама вам клиент танков на компьютер поставит. Только чтоб дома сидел. Так, смотри, тут очень хороший чат. От Лоа Труннера поступил. Ребят, для отключения рекламы в стриме ставьте плагин к браузеру Adblock. У него стоит и рекламы нету. Клево, да, вот у чувака стоит и рекламы нету. Да, на мазил, насколько я знаю. Нет, у на хром тоже есть. Будет ли игра лучше, когда введут физику? Ваш взгляд? Конечно. То есть, вы играете дистамичнее? Да, это прикольнее, чем новые режимы. Это прикольнее, чем новые ветки. Это больше всего, что я жду. Все дня есть тоже. Так, вопрос. Существует такое мнение, что Alliance Red был создан программистами из Wargaming.net. Правда ли или нет? Мун, ты программист из Wargaming? Нет, ну, я играл против Wargaming, и я недавно видел, как Wargaming играли против китайской команды, да, ну, блин, они не очень. То есть, Red, это игроки, которые, ну, жгут в танках. А программисты Wargaming, они программируют. Каждый делает свое дело хорошо. Что лучше, Объект 704 или Фош? Заранее спасибо. Это Dragon задал такой вопрос вам, ребят. Ну, нет лучшей техники, худшей. У каждого своя изюминка, своя специфика. Вот, сейчас я на Объекте поеду. То есть, каждая техника нагибает. Тут важно найти, на чем тебе нравится играть. Вот взять тот же Объект 704. Давай, Пушка. Я попал. Обсудим как раз вот разницу между Объектом, да, и Фошем. Фошем? Ну, их нельзя сравнивать, я думаю, потому что... Можно различия просто описать, как бы, а сравнивать как-то. Скорее всего, СТ-30, потому что пушка та же, но так как нет башни, рубка более просторная, орудие можно засунуть более лучше. То есть, оно более точно, чем на Т-30. Более пробивает лучше. Расстрельность лучше. Объектно? Ну, за все это, да, мы платим все отсутствие башни. То есть, у Т-30 изменка в башне, у Объекта в скорость, в точность. Ну, именно в пушке, она более качественная у него, чем у Т-30. А, допустим, если с Фошем сравнивать, ну, у Объекта пушка не такая меткая. Не такая меткая, разовый дамаг. Но зато дамаг разовый. Кстати, вот эти вот все ПТ, у которых разовый дамаг больше, они немножко обречены на проседание по опыту, потому что стреляем мы реже, наносим критов мы меньше, распределять урон тоже мы меньшим образом можем. Добивать не так эффективно. Да, да, Фош или Ягдтигри. Но зато разовый дамаг, он того стоит. Хотя вот сейчас, если бы я попал вот... Ну, я попал в бачату без дамага. Я с фото с уроном. Если бы я попал на 750, вот по этой проезжающей цели, было бы больше, конечно, пользы, чем на 400. Да, это ситуация зависит. Зато вот сейчас берут базу, стоит, допустим, 4 танка. Просто на открытом плато, то тебе на Фоксе будет гораздо приятнее по ним стрелять, чем без объекта. Ты можешь распределять урон, сбивать, и будешь намного полезнее, чем я. То есть у каждого свои минусы? Плохой техники не бывает. Мне очень нравится позиция разработчиков на карте с режимом встречный бой, с камнями у базы. То есть вот сейчас видим, что батчат встал за камень. В принципе, если команда ваша не очень хорошую позицию заняла, то так могут и базу украсть. Да, из минусов, на мой взгляд, по встречному бою, то, что, ну, очень-очень долго берется база. То есть это обусловлено тем, чтобы 3 Т-52 взводных не приезжали и не брали ее сразу же. Но, тем не менее, вот просто стать в начале боя на захват и забрать практически не получается. Я надеюсь, что со временем все-таки введут, чтобы, ну, захват базы был с обычным временем, как все время. То есть, ну, суть в том, что пока что долгий захват из-за того, что игроки не привыкли. А зачем это нужно? Да, неудачно, конечно, получилось. Чтобы базу брали, сошли. Вот Т-52. Так тоже контрите? То есть видите, что противника быстрая техника? Ну, я полностью понимаю, но мы с нашей командой 15 на 15, да, против тоже какой-нибудь команды, это бы сделали. Но тут же рандом, тут не все понимают, что надо... Ну, через полгода начнут понимать и, может, сделать нормальный захват. Через полгода уже же обещают, что опционально можно будет играть, когда, кстати, там не в курсе. Да, вчера появилась информация о том, что выбор режимов будет теперь за игроком. Он будет, то есть вот просто... Да, он будет. Выбор режимов будет. Ну, написано было, что в одном из ближайших патчей. Ну, тем не менее, это отличная новость, по крайней мере, для меня. Да. В штурм я играть точно не хочу. Карт мало, все несбалансировано. Каждый игрок на вес золота. Да, чтобы... В рандоме многи не оправдывают себя. То есть, ну, как ты из шхуры не лезь, но все равно, если у тебя команда едет, сливается где-нибудь на той же Малиновке по одному направлению, под 5 ПТ, ничего ты не сделаешь. В штурме, в частности, в Малиновке и Прохоровке, которую сейчас, слава богу, отключили, в них за атаку намного, ну, надо очень сильно постараться. И при этом защите еще надо сфейлить. Тогда есть шансы. А в остальных вариантах, как бы... Достаточно защите сильно не сфейлить, и они победили. Просто могут стоять наверху. Вопросик, ребят, вам. Ребята, откуда любовь к танкам? Нашли сами или подсадили вас? Ну, у меня любовь к танкам еще с детства. Я клеил модельки пластиковые, 1.35 масштаб. То есть, нравится эта вся тематика. Потом узнал, что еще игра будет. Не задумываясь, пришел. Так, а мне пофиг, я просто играю в стратегию, где есть юниты, и неважно, какие они будут. То есть, это могут быть танки, могут быть корабли, космические корабли, все что угодно. Особо роли не играют. Просто прикольная такая боевая игрушка. Поэтому особо разницы нет, будут тут танки или пехота. Без разницы. Фовар, ну а ты как попал в танки? Меня товарищ, как бы, показал еще на этапе закрытого бета-теста. Показал классную игрушку. И я подал заявку на закрытый бета-тест. Спустя месяц мне пришло заветное письмо о том, что я зачислен в состав, ну, участников закрытого бета-теста. И, собственно, начал играть. Сначала я, как бы, это была первая, пожалуй, ММО-игра такая, в чистом виде. И не сразу я совсем разобрался. То есть, премиум я не брал, само собой. На завтраках экономил, не очень это помогало, правда. Но со временем лучше начало получаться. Так, еще один вопрос. Я думаю, на него лучше всего ответит Мункис. Сейчас прочту. Почему именно Red? Кто придумал такое название? Сейчас пока в бою, тут серьезные моменты. Все, закончились моменты. Закончились моменты, блин. Не надо было вообще ехать. То есть, ППТ это вот игра, где очень надо, как сказать, с выдержкой играть. Нет, про Red вопрос был. Да, это понятно. Значит, Red появились в World of Warcraft. Очень давно, на европейском сервере появился такой клан. Ну вот, это было, наверное, лет, как бы не 10 назад. Не, меньше, WoW же в 2004. Мы появились, когда вышел уже русский WoW. То есть, это было на год позже. То есть, это где-то 2005 год. 7 лет. Так, ну что-то еще спрашивали. Ага, про озвучку, да. То есть, почему все-таки английская озвучка. Ну, она прикольнее. То есть, тут звуки, они такие очень профессиональные, очень колоритные. С интонацией хоть. То есть, я так понял, про все французские танки, в общем. Ну, снизу, ну, сначала французская ветка отличается. То есть, она делится на два этапа. Довоенная и послевоенная. Во время войны и танков, и разработки практически не велись. И до, где-то, уровня шестого, включая шестого, ну, то есть, до седьмого, фактически. Это были довоенные танки. Особенностью которой было высокое бронирование, низкая скорость. Такой у них был готичный внешний вид. Вот. А начиная с седьмого... Оглашенность. Появили... Она, правда, не реализована тут. Да. Начиная с седьмого, во всяком случае, в игре у нас так. Они называются АМХ-ами, эти танки. Они отличаются зачастую барабанами. Ну, кроме вот тяжелого танка седьмого уровня. Они отличаются барабанами. И... Которые вот впервые были реализованы в французских танках. С четырьмя или шестью снарядами. То есть, 120-мм орудия с четырьмя снарядами. А 100 и 90 с шестью. А в ветке легких и средних танков... В этом отзаряжении барабан появляется с пятого уровня. И уже... То есть, достаточно интересный геймплей с этим патчем появился. С французскими танками. Еще барабан добавят ПТ-шки десятого уровня. На три снаряда. Орудие будет 155-мм. Такой вопрос. Тут Кирилл говорил, что плохой техники, в принципе, в игре нету. А как же насчет... Ну, а как же вам тогда М4-1945, М6... Вот такие танки. Вот те два, что названы, они замечательные вообще. А вот из плохих... Ну, так сказать, не очень хорошая техника, приятная. АМХ-40 можно отметить. Кому-то не нравится М3-Ли, но у него очень достойное орудие. Ну, вот АМХ-40, у него бронирование очень хорошее. То есть, у всех танков можно найти плюсы и... Понять, как на них играть. Кто из вас первым начал играть... В танке? Наверное, я. Так, у нас, кстати, смотрю, оборвался. Да, да, да. Опа, интересно. У меня идет. У меня и два волоса. Ну, у меня на компьютере идет. То есть, видимо, это временный какой-то обрыв на... У Твича. Черный экран. Пошло. Пошла картинка. То есть, я проверил, у меня там ни потерь, ничего нет. Ну да, вот заново все восстановилось. Так, ты был на объекте, теперь давай я на Яхтигра сяду. Из вас есть тот, кто участвовал в бета-тесте? Если да, то вспоминайте ли вы те времена. И что изменили в лучшую, либо в худшую сторону? Все были в бета-тесте из нас, по-моему, да? И открыты только. Так, я был, да. Я как раз начал играть, когда турнир появился. Анонсировали первый турнир среди бета-тестеров. И, собственно, это и стало поводом для меня играть в эту игру. Я такой, я глянул, да, что, о, прикольно, игра, в ней турниры есть. И, как бы, сама игрушка такая прикольненькая, танчики, все такое. Ну, вот, там, стратегия такая. Ну, я в то время играл в StarCraft, и как-то StarCraft уже стал слишком таким хардкорным. То есть, приходилось очень много времени в него играть, чтобы чего-то там достигать. Вот. И потом перешел в танки, и здесь все гораздо более софтово пока что. Так, что плохого было в бета-тесте? Ну, конечно, это... Ну, и что изменилось к лучшему, да, это... Кто помнит, танки здесь на большом расстоянии, особенно, телепортировались. Да, вот эти телепорты, это, конечно, самое лучшее, что изменилось с тех пор. У меня это единственное, наверное, что приходит на ум при условии бета-тест танков. Да, ну, даже не только бета-тест после релиза, там, в общем, 3 месяца бывает, и все. Многое изменилось, в общем-то. Когда смотришь на старые скрин-тоты с балансом, тоже очень забавно. Когда из 7 легко мог попасть к какому-нибудь четвертому уровню. В World of Warplanes собираетесь, а будете летать? Нет. Я лично уже летаю в Сархотеста. В принципе, интересно. Буду ли так же серьезно, не знаю. Посмотрим, какие изменения будут в ней в дальнейшем. Так, что-то действительно с маскировкой какие-то ужасы творятся. Ну и хуже гораздо. Я в рельефе свечусь, где я не должен светиться без выстрела. Я в город ушел поехать на Яги. Так. Чё? А, Ягу взял. Втихаря понерфили маскировку сегодня. Похоже. Рассказывай про Ягу, Пауэр. Яга, ну, она чем вот, чем она примечательна. С самым высоким уроном в минуту среди ПТ 9 уровня. Выше, по-моему, вообще в игре только УСУ-152. Но ее реализовать это очень напряжно. Пробить. Достаточно хорошей точностью. УСУ-152. Из минусов относительно Фоша и вообще, это то, что в лоб нас очень часто критуют, поджигают. Вот это мешает. Хотя рубка у нас достаточно хорошо бронирована. Угол маленький, коммунитивы хорошо пробивают. Да, да ибо кто знает, что тут заряжает при наличии коммунитива. На Эктиграфт разу коммунитив, если большое расстояние. Да, высокий силуэт. Тоже не очень это хорошо. Но орудие считается по праву одним из лучших в игре. Не, ну, для меня оно самое лучшее. Ну, какое еще лучшее? Мафосовское тоже приятно. Ну, тут на Эктиграфт самое лучшее сочетание пробития, точности, урона. То есть альфаид ДПМа. То есть у нас достаточно высокий урон 560, то есть он средний между остальным в БТ. И при этом достаточно немаленький. Скорострельность 9,6, что тоже достаточно хорошо. И 9,6 зарядка 9,6 секунд. 9,6 секунд. А, зарядка. Да, зарядка 6 с чем-то получилась. Да, зарядка, я говорил. Разные, не по стилю, как бы, на Титанчике. Тоже арты боится, хотя не так сильно, как Фош. Недавно вышел еще премиум на Эктиграфт с 88 миллиметров. Я думаю купить его, наверное. То есть на 8 уровне с тем же корпусом, что Эктиграфт на 9 уровне. Думаю, он будет очень интересен. Плюс у него зарядка 4 секунды. С чем-то можно спокойно на бусинице держать любого выезжающего танка. Но при этом он медленнее, они, ну, оба этих Эктиграфт, они медленнее намного, чем Фош. И по скорости, и по маневренности. Хотя поворачивает достаточно быстро, в общем-то, Эктиграфт. Да, на месте пусть он живет. Что нужно, чтобы попасть в раш? Что нужно, парни, чтобы к нам попасть? Так, Мунки Сунырный. Блин, ну быть выдающимся игроком. А как же пара 30 см? Это крольки. Это крольки. Тут ребята пишут, что забыли отчет сделать. Есть такое дело. Мой фейл. Не забываю. Да, это стрим, потому что там перерыв был. Да, я альтабался. Так плохая ситуация у нас. Ужасная. Сейчас 1390 всех подсветит. Перейдите. Вот один подсветил. Два е-51 целый даже. Так, Арки не хватило мозгов уехать. Жаль. Не спасти. Мун, можешь Е-50? Угу. Опять я светанулся. Честно, не понимаю, как. Какие-то чудеса. Поваш слайк. Как ты удалось взять первое место на лучших реплеях недели на фоше? Ну, это было во второй день, по-моему, после патча. И многие не знали, куда его пробивать. Вот, что видно на реплее, кстати. То есть, очень много непробитий, по мне, было. И получился удачный бой, то есть, многое настрелял. В конце чуть-чуть не хватило времени. Так бы, было бы вообще хорошо. Да, я думаю, кстати, очень много игроков видело, что ты не успел добить последнего арту. Я думаю, если бы ты ее добил, то вообще клево. Но реплей был классный. Спасибо. Интересный бой получился. То есть, меня много не пробивали, и это вот сильно помогло. В конце арта умная попалась Лоррейн 155-50, шестого уровня. Который, очень, конечно, удачно мне на тысячу пробил в зад, в корму. Повар, пишут, тебя в чате нет. В каком чате нет? МММ. Быть не может. Так, ну, ты стоишь. Я стрелять не буду. Посвящу пока просто. Так, народ спрашивает, расскажите, пожалуйста, про СТ-10 побольше. Заранее спасибо. Ну, я думаю, пока большой инфы у нас особо нет, так же, как и у вас. Но в целом, пару слов, я думаю, ребята найдут, что сказать. Добьешь? Да, думаю. Сейчас. Ну, так, повар, у нас вот с Кириллом сейчас такой экшен идет. Повар, что ты думаешь? Про 10 СТ ждешь? 4 секунды. Да, жду 10 СТ, он накопил опыт уже. Что ожидаешь от каждой нации? Ожидаю, что они будут такие же, только усиленные будут по характеристикам, по ХП. Всего по чуть-чуть будет добавлено, то есть Паттон, он тоже будет не бронированный, опускаться в орудие хорошо будет, скорость и так далее. Будут ли они нагибать 10-х тяжей? Так, сейчас, погоди, нам надо с Кириллом скоординироваться. Что делать, мимо? Да, я не буду. Сейчас, встан в арту, попробую просветить. Я прорандомлю кусты, давай. Ага, свечу, свечу. Арту, нашу заберут, наверно. Арта у нас не хочет умирать. Так, ну что, я к тебе и врываемся. На арту. Давай, это не успеет, ты сушка все равно, кстати. Ну да. Так, ну все, у нас тут уже, по идее, все ок. Фух, да, может и дальше. Это лезь, думаю, каждая из них будет усилена. ПТ. Кирилл, ты как там? С льго-пантера не добьет. Давай, ребята, пускай бой закончат и продолжим. Ну смотри, я поехал ПТ добивать. Отлично. Фу. Нормально все. Ага. Да, уже все. Затащили. Вы Няшкину написали. Какая ветка сал лучшая на ваш взгляд? Я думаю, на этот вопрос ответит Power Slide лучше, потому что у него больше арты, чем у Кириллойда с Мункисом. Насколько мне известно, Кирилл с Муном мало играет на арте. Мне нравится немецкая арта, вообще мне нравится немецкая техника. То есть, батчат 155-й, по-моему, тоже очень будет интересен. Объект. Ну, в общем-то, они вот, что касается арты 8-й, они все сбалансированы замечательно. То есть, у каждой есть свои плюсы, никакая из них не выбивается. И баланс артиллерии 8-го уровня замечательный. Это ты в канале отчет вести? Сейчас буду в канале вести. Страйк с основания Red играет у вас или нет? Нет. Он пришел, по-моему, в феврале где-то. Состали, по-моему, да? Да. Перед УВЗ. Ага. На каких танках вы хотели бы поменять характеристики, к примеру, у КВ-2? КВ-2 не троллить. Замечательный танк. После перевода его на 6-й уровень он стал сбалансированный, наконец-то. Хотя играть на нем тоже все еще очень интересно. Со 152-й пушкой. Обожал его на 5-м уровне. Интересный вопрос. Фармится ли Реал на турнирах и прочих ивентах? То есть реально ли зарабатывать на киберспорте? Хороший вопрос как раз в тему наших обсуждений. Вот мы буквально там за 10 минут до эфира общались на тему поездки в Киев, на Intel Challenge. На Астраладер, да. Ну вот, ну то есть ситуация такая, что одних призовых с турниров их мало, чтобы... Ну, можно было что-то зарабатывать. Потому что, ну, из них там большая часть... Все на дорогу. Да, или, наверное, все уходят, да, на дорогу, на проживание. То есть там остается... Если что-то и остается, то это... Ну, как бы... Заработком назвать сложно. Приятный бонус, скорее. Ну, да, да. То есть приятный бонус за там прикольно проведенное время. Вообще вся эта атмосфера лон-турниров, она очень приятная. Когда люди, которые занимаются тем же, что и ты, по большей части, общение и игра... Интересно все это. А вы коллекционируете танки, вот у нас? Бифон спросил. В игре? Ну, наверное, я так понял, да. В ангаре, наверное. У меня Рено стоит. Мардер 3. Я не спрашиваю. А, которые нравятся, которые оставляют. Да, я все не коллекционирую, только любимые. Помогаю. Дайвер 2-3-3 коллекционирует, я знаю, точно, танки. Прям такого, что все танчики, что топыли в ангаре. Нет. Ну, в Раши я знаю по одного человеку, у которого есть абсолютно все танки, которые есть в игре. Это игрок с ником Никотин. Я поразился, когда увидел этот ангар. Там есть абсолютно все. Так, я добираю. Ребят, как на ваш взгляд Т110, Илья спрашивает. Ему сказали, что танк не очень. На базу, можешь? Т110Е5? Ну, Т110Е5, да. Танк очень даже, очень. Танк замечательный. Не знаю, кто такой мог сказать. Я думаю, разработчики должны ориентироваться на этот танк. По-моему, все ТТ-10 должны быть такими или сильнее, чем Т110. Потому что сейчас мне кажется, что при выходе ПТ-10 и СТ-10 всех наций нужно аппать. Другим тяжам были тяжко. Ну да, то есть мы вместо тяжа будем играть на ПТ-шках и СТ-шках. Ну, возможно, в этом и смысл. Ну, поначалу бы, может быть, здесь мы и будем комбинировать. Злейший враг на шортах в засвете. Просто СТ-9 даже сейчас, да и ПТ-9 не сильно уступают на ТТ-шках, там, 50-го уровня. В умелых. Хотя, в лоб в лоб надо сильно постараться, все-таки, особенно на СТ. Разобрать 10-й тяж. Ну, смотря какой 10-й. Ну да. Если Паттон с хорошими перками, то у нас смысл, ахугач, какой-то. Не говоря про Маус. Как вам режим Штурн в Малиновьке, в атаке? Самое ужасное, что можно придумать. Не нравится. Сумеречный белорусский гений. Кирилл, ты, по-моему, только сегодня утром говорил, что... Да, у меня сегодня было 7 топовых ПТ, из них 4... Ух ты. 3... 152... Итог поражения со счетом 15-3. Чем еще хорош Фош, у него приличная масса. Кроме того, что движок хороший, масса хорошая. Что позволяет таранить и не сильно бояться тарана от противника. Вот такие цели. Не Е50. Наверное, с мастером тарана можно больно очень делать. 50. У меня просто нету. Мастера тарана. Перков еще особо-то не на франков, не выкачал. Да, вот по поводу перков мы не говорили толком. Я вот лично себе качал ремонт, маскировку первыми перками. Маскировку тоже, наверное, в первом, да? Не помню у меня. Ну, у меня и то, и то. Два. А третий качаются уже специфические всякие. У меня в первом все три маскировка. На наводчика взял снайпера. С нашим темпом стрельбы на форше, я думаю, будет палить. И третьим качаю на 80%. У меня сейчас ремонт. Я часто езжу... Командиру лампочку, само собой. Да, командиру лампочку у всех. Часто езжу штурмовать, поэтому... Отчет не забудь. В какие игры вы играли до танков? В какие? Ну, я в Quake 3, в Call of Duty 2. Которая с немцами. И в Port of Warcraft немножко. Контур Старик 1.6. Все. Ну и по мелочи одиночные. Мафия 1, Мафия 2. Смышной комментарий от Bullitt58. Люди, которые не в курсе про стрим, смотрят квадратными глазами на 6-7 батчатов в каждой команде. А сейчас что-то мало стало ей, то есть... Отчет ввел, я нажал вовремя. Может, забыли, что надо на французах выезжать? Так, за нами арта будет охотиться. Узнала нас. У меня в крайнем рост. А я увидел в чате, по-моему, даже. Зачем только он на немецкой технике? Ну, да. Голд он не получит. Он даже решил повторить, я знаю, что ему нравится эта фраза, видимо. Какой-то... Получеловек какой-то от ноговой тигр играет. Я надеюсь, он нас смотрит. Так как у нас большая высокая скорость и маневренность, я еду в город штурмовать. Делает приятный сюрприз. Мон, восстанови, аленемир. Хочется видеть, против каких противников вы играете. Я его вставил, он почему-то не заработал. Особо как-то разбираться с ним не хотелось. А я, если честно, вообще это приземлю. Мон, нужна помощь. Да, еду. Это самое ужасное, что можно придумать. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, смотреть на какие-то проценты только себе в голову. Пудрить вот этим шансом побед. Это лишнее. Я не советую. У меня до патча 0.7.4 он был установлен. Очень интересно было за всем этим наблюдать. Но на самом деле это действительно непрактично. И сейчас я его не использую. Он отвлекает тебя. То есть я первый день после патча его не поставил, потому что он не обновился. И понял, что мне так нравится играть без него. Просто голову забиваешь не тем, чем нужно. Да, отвлекаешься. Надо выигрывать. Это какие-то проценты вообще написаны каким-то Вася. Непонятно по какой формуле. То есть... Бред, короче. Просто бред. Так, спрашивает он у тебя. Название мода, который показывает направление прилетевшего дамага. Не подскажете? Выглядит симпатично. А листать тонны аналогов не хочется. Я думаю, тут проще дождаться, когда у нас моды появятся на нашем сайте. Да, ребят, не забываем. У нас на zered.su скоро откроется раздел, где будут выкладываться моды, которыми играют игроки из Red Rush. А там же вы сможете найти моды, с которыми играет Moonkiss. Ну, и, соответственно, скачать, установить у себя на клиенте. Я просто не помню. Читов не будет. Как называется? Нет, читы как раз будут. Будут, да? Ну, там даже раздел. Читы тоже будут, да. Там раздел так и будет называться. Сзади, читы Red. Сзади, сзади, сзади. Вижу, вижу, вижу. По идее. Продамажен. Не могу тебя закрыть. Успех. Что-то и ведем быкарем. Назад-назад. А вот, да, я не могу. Да, все. Я понял. Пробил меня, все-таки. Не, четверка стабильно тебя должен пробивать. Да, четверка чаще, да, чем под углом. И меня туда же. Мне что показалось, что он думал, как он стрельнул, а это не он, видимо, был. Да, вот это фейл. Нам некуда было вливаться просто. Не, вот сейчас вот я подстрелился зря. То есть я ему раз дал, потом по мне кто-то попал, я еще так удивился, думаю, неужели у четверки такой КД быстрый. Так вот, вопрос еще один. Как вы считаете, лучше научиться играть, можно катаясь с кем-то в команде, роты, взводы и прочее, или соло-рандом в плане тактики, принятия решений в бою и прочее? Спасибо. Ну, нет, соло нет. Надо играть в рандоме в аутсводе, причем, но с людьми, которые лучше тебя играют. Просекли. Да. А вот когда ты какой-то уровень достиг, то совершенствовать себя, мне кажется, соло-рандомом лучше. Нет, ну в любом случае, лучше искать коллектив, где, ого, коллектив, где... Гнездо. Короче, в любом случае, лучше играть в компании, где игроки лучше тебя играют. Тогда, общаясь с ними, ты сам сможешь играть лучше. Ой. А можно редов тим-килить? Нет, тим-килить не надо. За это вы, скорее всего, автоматически бан получите. Ну, от себя скажу, что... Главное... Главное это всегда воля к победе. Даже когда вы остались там в том же соло-рандоме, один там против шестерых, то есть выжать максимум из этой ситуации. Если так будете играть постоянно, то будете становиться лучше. Никогда не сдавайтесь, да? Да. Вот, кстати, на моем реплее это... Вот ты сказал, один против шести, это хорошо видно. В конце концов, хотя бы потому не сдавайте, что вы больше опыта получите за нанесенный урон, за свет и так далее. Быстрее прокачаете следующую технику. Так вот еще один вопрос. Думаю, вы ответите, потому что вы все на Т-54 катались. Чувак пишет, я сейчас качаю СТ всех наций, но затрудняюсь насчет Т-54. Так, сейчас совсем вверх ушло. Проходная ветка или... Кто-то говорит, танк не очень. Кто-то другого мнения. Расскажите о плюсах и минусах этой машинки. Спасибо. ОТ-54, надо Боруслов. Прикольная, маневренная, с плюсом. Ну, все равно, конечно, из всех других СТ-9, она самая плохая для меня. То есть, как бы, ездить на ней можно, результат выдавать хороший можно, но на других СТ это гораздо легче, можно сделать и качественней. Я не знаю, почему ее не апают, хоть она и проседает там по опыту, наверное, из-за количества на сервере этой техники. Если лапнуть 54-ку, то опять на ней станут ездить. Но все-таки новичку, я считаю, на ней научиться будет, кстати, проще, чем на других СТ. Потому что освоить новичку, допустим, Батчат будет непросто, он будет часто умирать, по-моему. На 54-ке играю проще, мне кажется. Хотя она, наверное, менее эффективна. То есть, как и в других играх, есть сложные герои, есть простые. Так, Мун, а ты не в курсе, вот когда читы появятся у нашей на форуме, они будут платные или бесплатные? Вот, народ интересуется. Бесплатные. Бесплатно сможете скачать, вот. То есть, если вам предлагают редовские читы за деньги, то не верьте, то есть за них платить не надо. Они бесплатные. Они бесплатные. То пойдите и потребуйте, чтобы вам вернули деньги. Арты, конечно, много было, но что-то у нас заканчивается в конце. Вот, интересно, такой вопросик. Ребят, вы, конечно же, показываете, как вы гнете, но покажите хотя бы один бой без кумулятивных снарядов, как сказать, для бедных игроков, которые не могут себе их позволить. Я играю... Не совсем понимаю, о чем Фокси. Попросту нет кумулятивов. Наверное, про подкалибер или что? Ну, имели бы, наверное, подкалибер. Я ББшками стреляю, то есть, почти, сколько там, 269 пробитий хватает на все полностью. Да, 267 пробития достаточно. Ну, кроме того, у меня нет золота, поэтому я стреляю бронебойками. Да, на самом деле, вот, PowerSlide утром только мне сегодня рассказывал, что у него кончилась голда на аккаунте, и придется тащить на ББшках. Но, в целом, мы убедились по стриму, потому что он затаскивал бои, против Е100 оставался. ББшки вполне нормально пробивают. То есть, партия, тот голд, что вы видите, который летит у вас на экране, это все мистика, и этого нет. То есть, мы играем без голды. Правильно? Да. Правильно. Нет, ну, если серьезно, то у меня голд стоит, в основном, для скорости. То есть, голдовый снаряд летит быстрее, поэтому мне комфортно играть с голдой. Ну, если есть такая возможность, то почему бы себя в ней лишать или отказывать. Так, спрашивают, стоит ли качать ветку СТ у СССР, и кто лучше, немцы или СССР? Е50 или Т54, на ваш взгляд? Каждый прикольный. У меня, например, не особо-то статистика разнится между Е50 и Т54. Да, то же самое. Я потом допечу. Пождесят посмотреть. Тут интересная новая карта. Куда бы нам поехать? Играют ли ваши родственники с танки? Да, играет у меня. Пачка. 18 тысяч провел. Слушай, он нас преследует, этот клоун, ты видишь? Опять. Ну, ему везет, да. А че он? У него франка нету, походу. Я не понимаю. Я не удивлюсь, если он сейчас в жопу положит. В нашей команде, блин. Ну, я же говорю, не удивлюсь. Слушай, ну, я ждать не буду этого. Ну, я что ли? Нафиг, короче. Ну, он едет на тебя, посмотрю. Да, да, я вижу. Пушечкой смотрит, нет? Ну, не знаю. Я ждать не намерен, понимаешь? То есть, если... Как бы, такое вот в рандоме попадается, то... Ну, как бы... Кстати. Может и убить. Поэтому... Ну, его нафиг. По этому поводу, когда Фоксу себе взял, за золото открыл, меня в рандоме убили свои, по-моему, три раза подряд. Вот просто мои первые три боя меня свои убивали. Не свои, Артан. Даже на 1700 закинуло, обидно было. Я просто не понял. Негодую. Что хотели сказать? Супчик спрашивает, а четыре реально будут работать? Да, естественно, они будут работать так же, как и у нас. У нас, как видите, все с ними хорошо. Ой, Кирилл, нагибали, Олив. Что-то прям вообще тебя накидали быстро. Взвод, арты. Единственное, что я не пойму, вроде арта. Хотя, не, я француз убил, видишь? Они вдвоем отстрелялись, а француз добил. Тут целая наука, оказывается. Как поднять билды? Да. Тут его, этот, тиммейт. Причем, непонятно, почему он не стреляет первый. Ну, забеешь, ну. Ну, блин. Ждет момент, видимо. Вот ты знаешь, вот удивляюсь таких вот, с таких людей, то есть он вначале, ну, пишет гадости, писал гадости, пишет гадости, второй бой подряд, потом говорит, киньте на него жалобу, пожалуйста, то есть, капец, получил в морду, ну, все, будь мужчиной, иди поплачь в подушку, чего жаловаться. Жалобу на мутки сопоится, капец. Так, Максим, 17, задает вопрос, скажите, пожалуйста, когда добавят ПТ-САУ Ягдпанцир Е100? В ближайшем патче. Разве Ягдпанцир, вроде-то, Штронгишутс будет? Нет, именно Ягдпанцира добавят в ближайшем патче. А Штук тогда это вторая ветка будет? Не знаю, но Ягдпанцир Е100 17-сантиметровый, он будет 0,75. Значит, я что-то покутал. А, да, был, кстати, она на Штуга, да. Не знаю, там что-то они передумали. Я не вчитывался, просто смотрю, ПТ-шка Е100. По-моему, это Штук должен быть. Ну, в анонсах везде он именно Ягдпанцир. Повар, не забывай просто про отчет. Я был, сейчас я забыл отчет. А, тут что, народ в чате пишет, что вы забыли. Ну, я не был, потому что вот, против нас попали. У нас французы. У нас школьники. Меня сейчас взвод французов, ну, взвод арты, аннигилировал. Как вы относитесь к шкуркам на пробивание? Негативно. Не полностью. За них еще Иван можно словить. Не, по-моему, за шкурки на пробивание нет. За три модели. Запрещенные моды это... Деревья. Всякие там деревья, да. упаковываю. Раньше трассеры были. Сейчас уже нет трассеров. Скажите, читы в действии. я думаю, это налицо, ребята. Гнут. Они и так в действии. Да, они работают. Где скачать читы? Ред аура. У нас. Скоро. Совсем скоро появится раздел на сайте заряд.су, где будут выкладываться читы и моды, которыми пользуется Red Rush. Заходите, смотрите. Скоро все появится. В чате пишут «Мун посинел». 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 Да, кстати, тоже не понимаю. Как так получилось? Нет. Пишут сейчас многие, что мы забыли в рандоме. Ну, вообще-то я вообще. В ротах у меня есть 20 тысяч, наверное, максимум, тысяча боев. И то, когда их ввели только. То есть, все остальное, это полный рандом. В рандоме интереснее играть. Голова работает. Вроде тебе сказал, командир, «Едь туда». И ты едешь. Вовар просит, чтоб ты в чате написал наш сайт. В чате. Сейчас. Ну, как будет кончиться. Здорово. Привет, biganut. Так, ну можно на арту, наверное, мне ехать. Плохо случилось. Подожду пока остальные танки подъедут, отвлекают арту. А я могу как-то из этого чата кикать или как-то еще? Нет, нет. Мушкетеры, расскажите про ИС-6. Спасибо. У меня нет ИС-6. Не играл. Не фанат приемной техники. Он какой-то бронированный со стороны. Он рикошетный очень. Очень рикошетный. Броня у него хорошая, а вот пушка очень слабая. Очень слабая. Косая и слабая. ДПМ у нее высокий все равно, насколько я знаю. Я играю только со своими друзьями из других кланов. Хайв иногда. Ну, редко. Чаще я сам играю. Тоже сам. То есть это с другими кланами не... Ой, как успел он все-таки первый выстрелить. Не ожидал я, что арта так быстро шотнет. А у него еще и барабан есть. Главное, чтобы гусеницу не сбил. Нет, это не тот. А, ну, отлично. Это хорошо. Кто лупанул? А кто-то из тяжей. Амиго, по-моему. Семерка, вроде бы. Да, семерка. Расскажите, пожалуйста, когда будет новая физика в игре. Заранее спасибо. Физикой, по-моему, у нас уже разработчики год кормили, да? Год назад. Не знаю. Когда анонс был? Вроде как в этом году обещают. Точно не знаю. Тоже не знаю. Всех этих вопросов мы не лучше вас отведомлены, поверьте. О, попали, ребята. Сколько матчатов. Попали, ребята. Лоррейн, который нас двоих слил. На первом бою. За нас. Из Три, вон, у них знакомый ник. Че, какие там еще есть вопросы? Так, на правую. Поедем. Надо ехать туда, где нас ботчаты не убьют. В легкую. На базе стоит тоже не вариант. Блин, и от арты тоже. Ну, можно, конечно, попробовать в нычку ворваться, ну, хз. Там арта позакидывает. Не-не-не, там позакидывает. Два можно было сюда проехать. Можно, пожалуйста, узнать, как зайти на ваш канал. Вот. Наш канал называется MMM. Английскими большими буквами. Создал его PowerSlide. Заходите, там ведется отчет. Просто три буквы M. Нажимаете слева внизу каналы. Там поиск. Сразу у вас открывается окошечко. И там пишите три больших, ну, три любых буквы M. И заходите на канал. Вот чувак с ником Anon очень хочет узнать, какой самый-самый классный, на ваш взгляд, танк на данный момент в игре. АМХ 50 фарш. Т110. Я не предам своего Ягтигра. Я предал Ягтигра после выхода фарш. Паттон еще. Какой-то Алекс прицепился. А он... Он смотрит. Ну, явно. Не бей его. Алекс нас больше. Это не выгодно. Ты в меньшинстве. Да. Так, ну светиться совсем не хочется. Очень не хочется. Так, сверху очень много стэшек. Наверное, пойду наверх. Я тоже иду к респу. Тут у нас 120 держит. Но ехать не хочется. Ой. Четверка, да, тут сложно что-то сделать. Не очень люблю эту карту, она открытая такая, без курса. Да, для наших поддержек. Именно этот респ. С того раз попроще. Право он проигрывает. Там можно заехать в сейф. Более безопасно. Причем... С двух сторон. И там можно держать спокойно. Вот ЖК не ответил на вопрос про ИС-6. Ответил коротко и ясно. ИС-6. Броня говно. Ствол говно. Все, поняли. Берем. Яхтигра берем. Да, я... Берем яхтигра. Я только яхтигра. Если возьму тут только его. Премиум. Я слышал, что он хуже фармит, кстати, чем тяжи. Не знаю, как это. Стой, яхтигр. Потому что он до мобилы наносит очень мало. Там правительная... Да, по гусеницам чаще. Сколько же в соке будет пушка? УТ-62. УТ-62. 115 миллиметров или же сон. 100. Улучшенная она будет, насколько я знаю. Д-54 улучшенная там. Чем, не знаю. Это дамаг, кстати, будет такой же, как у нынешних А-109. Тверкик. Если кто еще не читал, как там Вейдер отписывался. Что будет под калибр и засеребро? Да, под калибр и засеребро будут даваться. В 10-м СТ. Под калибр это тот тип снарядов, который сейчас за голду дается. А вот у 10-х СТ оно будет за кредиты. То есть пробивать вы будете лучше. Поэтому качайте. Уже начинайте опыт копить. Кстати, а парень на Лорейне хорошо встал. Он, по идее, должен закидывать по батчатам. Он в низине с другой стороны. Ну да, ему бы вот еще дальше переехать. Стреляю ли я? Нет, сейчас я не стреляю. Боюсь утонуться, потому что от арты будет очень плохо. А арта вообще на злейший враг, поэтому очень мы не хотим тут светиться. Вообще, да, вот как бы мой стиль игры на французском ПТ, он такой, ну, выдержка. Нужна выдержка. На открытых картах, в частности. Да, потому что ты можешь поехать и слиться, а можешь выжить и в конце затащить бой. Часто выживание до конца приводит к очень хорошим результатам, что ты в конце вытаскиваешь. Но тем не менее, смотри, снизу слив получился. Снизу, да, но мы отошли оттуда. Арта не догадалась уехать. Да, похоже, совсем слив. Мы не можем тут реализовать себя в полной мере, мне кажется. Просто из-за артиллерии. Также не очень хорошо опускаются орудия. Снизу как-то непонятно все быстро произошло. Только мы уехали, и все сразу, опа, все там умерло. Хотя там батчат был какой-то, который Алекс. Он, похоже, тоже уехал. Слушай, ну это стандартная тема. Вот я заметил, в рантоме, когда тебя узнают, да, то часто... За тобой ездят. За тобой ездят следом, да. То есть ты приезжаешь на фланг, видишь, что там, как бы, танков много. Думаешь, блин, ну чё, я тут забыл. Взял, уехал. Вот. И вся команда, ну это там, часть игроков тоже берет и уезжает следом. Вот это вот только уже, если вы ездите за каким-то игроком, который считаете, что он знает, куда ехать. Так делать не надо. То есть, собственно, вот как раз сейчас это и произошло. То есть батчат за нами поехал. Я так понимаю. Дружите ли вы с игроком, с ником Джоу, и знаете ли вы вообще? Заранее спасибо. Ну, общаемся. Знаю, не дружу. Ой, тут столько флога у нас в чате. Предпочитаю стримы вспышки. Очень много людей идет. Какой, на ваш взгляд, танк из ветки ССР лучше, ИС-7 или ИС-4? Ого, оба хороши. Ну, я на четверке не ездил вообще после патча. Вопросы лучше, как уже много раз мы сегодня говорили. Ну, плохие вопросы. На них нельзя отвечать нормально. Скажи, пожалуйста, в чем будет заключаться фишка ваших читов? На золото, ВХ или АИМ? А АИМ точно будет, по-моему. Но мне выдали. Я думаю, стоит подождать, потом попробовать сами, пока не будем раскрывать всех секретов. Так, народ, тут кто-то пишет, почему голды нет, я же их убил на 120-м. Голд будет зачислен в течение недели. Стрим у нас еще не кончился. Так, надо крис, по-моему, ближе ехать. Ой, у тебя хватает. А у меня уже все. Да нет, тут, ну, не знаю, смотри, два бальчата, которые вот умерли последними. То есть, ну, как так? То есть парни перепутали. На чем они играют? На СТ-шках или? На ПТ-шках. Или на ПТ-шках, да. То есть они, по-моему, просто смотрели, а что же сделают рейды? Давай посмотрим, как они затащат. Давай. Давай сделаем так же. Давай на двух бальчатах будем ездить следом за ПТ-шками и смотреть на них. Он даже в тебя выстрелил. Он шо он делал? Так он, может, и на этого и ждал? Так мы, наверное, этого и ждали. Оба. Под шумок. Эпичненько. Да, да, да. Было прикольно. Кот в танке. Да. Нет, ребят, ну, бальчаты должны были вот весь этот пуш, который там снизу прорвался, да, каким-то образом. То есть, ну, надо было встречать. Светить хотя бы. Светить, да. Встречать на рельефе там. Ну, не так же, чтобы прятаться сзади ПТ-шек, сзади арты. Это несерьезно. Так, похоже, последний был у нас по времени. Ну, по времени до 9.30, я посмотрел. А, до 9.30? Да, у вас все полчаса. А, конечно. Нет, ну, в 9 Кирилл уйдет, он уже... Тренировка, вроде бы. Угу. Ну, вы продолжите в бою. Окей. Черт. Повар, ты сам не готов-то? Так, он мятый... А, ну, ок. В бою я еще все равно не нажимаю. Угу. Опять вопрос про голд, кому дают. Ну, то есть, да, надо быть на французе и надо быть за все-таки команду противника. То есть, не надо так делать, как тот клевый парень. Кот в танке. Да, кот в танке. Мы тебя запомнили. Какая медаль ваша самая любимая? Какую вы получили самый первый? Beastmaster спрошу. Самая ценная Голобанов, я считаю. Какую ты самая первая получил? Бурда редкая. Бурда редкая, да. Самая первая? Не знаю, снайпер, наверное. Самая... Баянистая медаль. Я вот помню, что на КВ, когда ты качался, получил первую стальную стену. И я был так рад, что у меня есть стальная стена. Войну я тоже радовался поначалу. Целых шесть фрагов, это здорово было. В семь, ты че? А, да, да, в семь было. Привет, парни, а не было ли у вас такой дерзкой идеи сформировать роту из представительниц женского пола? Ведь в ваших красных рядах их очень много. Я знаю только парочку. И пойти в баню. Конечно, была. Вот он и ответил. Дерзкая идея, как прям написали. Так, надо выжать, по-моему. Че-то я очку... К вам приехать. Не пробил. Не пробил. Ну как? Он мне заряжающий выпил. А, хи, стоит. Пантера сзади. Офигеть. Тут поджаться нормально. Простреливая. Кипец. Семеро оу. У вас там плохо все, да? Имеет смысл ехать? Не знаю. Ладно, еду. Максималка прошла. Блин, они у меня просто 50 метров не светились. Встреча сзади. Блин, это что-то вообще. Как-то да, неудачно заехали. Тейма сейчас... Тейма с рук не сойдет так просто. Спрашиваю, будет ли сегодня еще стримы? Стримы от Red Asis будут сегодня? Попозже. И, по-моему, сейчас стримы игры Guild Wars 2, да, по-моему? Guild Wars, да, сегодня. Будет, будет. У нас... Заходите на сайт TheRed.su. Там в раздел медиа. И, собственно, там расписание всех стримов. Каждую неделю новости обновляются. И, то есть, вы заходите в начале недели, видите расписание на всю неделю. Да, в любой день сходите. Еще спрашивают, как вы относитесь к тому, как бывает попадание в танк, говорится попадание, а урона нет. Ну, относимся, как и все, недовольными остаемся. Мы ставим английскую озвучку. Там чуть по-другому. А теперь любое попадание без дамага, как попадание, говорю. Ну, если там в модуль, внешне там в триплекс. Неудачный шок был. Не сбило что-то. А торты бы не получить. Тебя упил француз? Пауэр. Меня? Да, 50Б. Ох, там банчат, глянь. Трипл пил. Тащит. В честь вертушек. Сейчас у него пульки закончатся. Жалко даже его. Хочется приехать и самому его добить. Так, Максим, 17, спрашивает. В следующий раз вы на чем будете играть и когда? Ну, на самом деле, стрим 3 мушкетера у нас больше ориентирован на обзор новой техники, которая выходит. И я думаю, как только ведут новую технику в одном из следующих патчей, мы сделаем обзор десятых ПТ, десятых СТ. И я думаю, у таких танков, как Супер Першинг. Я думаю, в одну трансляцию уместить все СТ-10 не удастся. Да, будем несколько стилов делать, чтобы посмотреть плюсы и минус каждой СТ. Ну вот, у чувака Стингер, по-моему, есть жена, и он очень хочет узнать. Вопрос задают, мушкетеры. А есть ли у вас жены? Если есть, скажите, какие у вас отговорки, когда жена вас ругает по поводу танков? Опять, вот, постановка вопроса, жена ругает. Это как? Покажи, кто в доме хозяин. Ну, я не понимаю. Как так можно? Как можно так отношения построить? То есть, ну, есть хобби, да, то есть, может быть такое хобби, может быть хобби гораздо более плохое. Если не получается объяснить, чем танки лучше, чем, там, что-то другое, чем, допустим, шляться, там, по кафешкам, там, или, там, не знаю, пьянствовать везде, там, в бане ходить. С друзьями, да. С друзьями, да. В ване ходить и так далее. Задерживаться на работе и пахнуть женскими духами и так далее. Это можно, это же показать на примере. Ну, обычно женщины понимают. О, опять ребята попали из пчел. И опять против нас. Объект у нас тоже проширенный явно. Возможно ли в соло в рандоме набить процент побед? Ну, я думаю, возможно, потому что, даже если посмотреть на аккаунт страйка, на его ВК-2801, на котором он играет только соло, там и средний опыт зашкаливает, и процент побед высокий. Ну, вот вообще в соло это 65-70% можно сделать. А дальше там уже... На ПТ в этом, в частности, 70% достаточно сложно, но мало. Нет, если сейчас... У меня-то на 100% аккаунт еще двухгодичной давности. Ой-ой-ой, не высветит тебе? Я не буду подыматься. Потому что, да, высветит. Тут рельеф, правда, то есть... Это Батчаты? Угу. Батчаты 54. На, тысяча 100. Я стрелять не смогу по ним. Парни, все мы, конечно, любим танки, а и другие игры тоже играем. Что за последний год зацепило или было пройдено с большим удовольствием? Спасибо. Вот это я отжег. Эх, да, выехать так под счетов... В общем, лучше не отвлекаться. Что-то я... Да, залог успеха при игре, конечно, это... Да, самое главное, вот если вы играете на процент побед, то... Вот особенно взводом, то надо понять, кто у вас в коллективе общается на другие темы, не связанные с конкретным боем, и лучше играть без него. Вот. Потому что, да, если есть человек, который все время заводит разговоры, там, о сиськах и, там, о чем-нибудь еще, да, не связанном с этим боем, то будет вот такое вот, как я только что сделал. То есть просто, ну, заговорился и что-то там поехал за камень, при этом не учел совершенно, что вот такой вот жесткий прострел. Ну, знаешь, есть люди, которые даже на чужих ошибках не учатся. Большат поехал следом за мной, ну, у него получше получилось. Благодаря скорости, скорее всего. Да, да, да. Там, видимо, парни просто офигели от такой наглости. Тем более, француз, он там вообще обрадовался, я думаю. Так, а мы в атаке, кстати. Ну, режим штурм, всеми. Да. Не очень любимый. Так, ну, тут нечего ловить. Режим встречный бой мне вполне понравился. То есть, бодрое танковое рубиловое, то есть, мне понравился режим штурм. Ой, режим встречный бой, прошу прощения. Режим уже штурм мне вообще не понравился совсем. Я для себя собирал статистику, 19 раз из 20 на форше меня кинуло за атаку. Наверное, еще поэтому он мне не очень понравился. Ну, собственно, и сейчас мы тоже за атаку играем. Да, и что-то здесь сделать, ну, очень надо постараться. Что-то тут не то. Я тоже постоянно в атаке. На Прохоровке, на Малиновке. Непонятно, по-жимому принципу. Распределяются базы. Отлично, меня... Привет, ребята. Разделение на команды Rush 1-2-3 не повлияло ли на взаимоотношения внутри Red? Спасибо. Ну, по-моему, мы вот когда встречаемся на LAN-финалах, мы также дружески относимся. Нам очень весело проводим время. В принципе, никак не повлияло. Радуемся за победы друг друга. Переживаем, когда другая команда играет. Все-таки... И все-таки одно целое кампо. Борим. В игре. Там закидывают, там где-то стоял. Там мне ББшку кинули. 95-ая там, да? Нет, арта. А, ББшка. Она даже рандомит. Там Маус, смотри. О, я кусты нашел. Пушка не опускается. О, видишь? Red Bull спрашивает. Как вы относитесь к ММО World of Warplanes? Умрут ли танки? Ваше мнение. Уже был похожий вопрос. Да никак. Я думаю, что это совершенно разные игры. И вряд ли будет какой-то отток игроков из танков в самолете. Танкисты останутся в танках, летчики полетят. Ну, я думаю, что в танки будут приходить больше людей, чем в самолётики. То есть, такой прогноз. Самолётики более хардкорные всё-таки. В них играть сложнее. Просто потому, что три направления. То есть, ты летишь и сверху надо следить за верхом, за низом. То есть, больше... Ну, короче, сложнее всё. Так, вот ещё один вопрос, такой большой достаточно. Вопрос к Redo. Вы ранее отвечали, что на Т-54 можно показывать хороший уровень игры. Но на других эста это сделать проще. Почему именно проще? Чего именно, по-вашему, не хватает Т-54? Речь о танках СССР, Германии и США. Про францев не спрашиваю. Они более скиллозависимы. Имха, заранее спасибо. Пушки нормальной не хватает. Танк сам по себе. Он лучше всех даже может быть. Но пушка у него никак не тянет на 9 уровень. Долгая сводка. Слишком большой разлёт. Низкий урон. Ну, если бы она сводилась нормальная, то... Ну да. Нормально, лупить можно. Он не такой вот приятный в игре. Смешной вопрос. Какую кашу любят есть на завтрак Redo? Спасибо. Не пробил я вы. Какую кашу что? Какую кашу любят есть на завтрак Redo? Не знаю, я пшёнку люблю очень. Горький лес. Горький... Горький лес. Горький лес. Ну, овсянку тоже ок. В принципе, вполне нормально. С мёдом. Да, вот. Овсяночка. Ой, нам же не проплатили, ребят. Скачать ли вы французскую арту? Заранее спасибо. Артиллеристы вкачают. Ну да, те, кто артиллеристами, они выкачали, можно сказать, уже. А те, кто на арте особо не играют, ну, они... Не хотят руки пачкать, не хотят. Да. Это... Нелюбим мы арту, не жалуем. То есть, если бы на выборах один из кандидатов в президенты пообещал, что он понерфит арту, или хотя бы... Или уберёт. Ну, берёт. Я бы голосовал. Не больше, там, двух арт на бой, то, наверное, он мог бы выиграть. Он, да, обошёл Путина. Размечтались. Не, Путина невозможно... Так, вам, этот, интересный комментарий такой, от Каспера, 60 РУСП. Когда ты стрим не продлеваешь, малыш, ты меня огорчаешь. Есть вопрос? Это не вопрос, это комментарий такой смешный. Это отчёт. Так, отчёт, да, не просто. Данчик спрашивает, Энджел Киллер, у тебя есть канал на ютубе? Канал есть, но я особо там ничего не выкладываю. Надо собрать нормальный компьютер, и думаю, потом буду делать какие-то видосы. Какие обои у вас на мониторе, Рэды? Заранее... Спасибо. Ответьте, пожалуйста. У меня на мониторе... У меня на мониторе... Вот, если вы видели у Ангела в подпище, на форуме, на красном фоне такая девочка. Вот, у меня она на мониторе. Мун, я эту фотку давно искал, скин. В хорошем разрешении. В хорошем разрешении, да. У меня стандартный Windows-овский обои. То же самое с... Сидне, оставить. Рэды не кушают кашу, они в это время качаются. Ну да, пока ты знаешь, я смеялся, когда Сингалола, да, по-моему, он комментировал свои, так сказать, впечатления от турнира, который был проведен в Питере от Лана. Вот, вот, и он там очень забавно высказывался насчет нашей команды, которая туда приехала. Там была сборная из двух команд. Вот, и Сингалола тогда говорил, что, ну, он сам такой, ну, пухлик толстенький. Немножечко. Смешной такой, да. Вот, и, значит, он рассказал, говорит, вы знаете, парни, вот, я, говорит, привык, что люди, которые увлекаются компьютерными играми, киберспортом, они выглядят, ну, либо, как я, то есть, пухненькие, либо такие худые совсем, там, и так далее, да. Вот, но, говорит, увидев рэдов, я, говорит, подумал, что парни явно не в компьютерные игры играют. Ну, да, это забавный стример, то есть, привет ему от Левши, кстати. Пламенный привет. Ну, давай, да, он еще подумает, что мы это, на что-то намекаем. То есть, у нас очень много ребят, которые раньше занимались спортом, а тот же мистер 222 у нас, новичок в команде, рашлем один. То есть, он, по-моему, мастер спорта. По бодибилдингу, да. Да. Левша у нас капитан второй тимы, и он в прошлом боксер. Потом он повредил руку, и ему пришлось спорт покинуть. Поэтому с Левшой, я думаю, тоже шутить не стоит. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, сколько опыта примерно надо будет на ПТ 10 уровня, в частности, на Е100? По-моему, это 200-250 тысяч. Да. Может так, думаю. Там все, десятка, что ли, отдается? Пошли мы вам давить. Да, я сзади давлю. Ангел, я тебя люблю. Клево. Здравствуйте, стоит ли качать немецкую арту? Заранее спасибо. А кто-то подумал, что это парень? Я не понял. Ну, я думаю, немецкую арту качать стоит, то есть я ее выкачал перед батчатом артой, да, самый последний из тех, когда были. Сначала русскую, потом американскую, потом пока немецкую. Но в целом она мне очень понравилась, клевая. Она самая средняя, но это не значит, что она не очень по всем пунктам, она хорошая по всем пунктам. Чуть-чуть динамики, конечно, не хватает, но все равно она кревая. Хорошо сводится, приятно стреляет. Мне нравится в ней, что поворот корпуса разбрасывает прицел меньше всего. Вот и Эклипса, кстати, можно спросить, разом на нас про арту. Да, Эклипс, дайте нам авторитетное мнение. Давали уже мнение авторитетно про арту, сейчас застрелим. Другой я так понимаю. Ну, мы на вопросы игроков отвечаем, которые задают нам. Повтори вопрос. Как тебе ГВТ-бэк? Как тебе ГВТ-бэк, короче? Отлично, да. Много достигнался, наверное. Сейчас были... Долго сводка, и все. Ну, пересводка у нее хорошая при повороте корпусом. Это не я только один заметил, да? Ты тоже только можешь? Да. Угол наводки нормальный, в общем-то. Лучше, чем у объекта того же. Мобильность не очень, но все. Мон, тут советуют, чтобы ты этот перк на прокачку поставил, на заряжающий. У меня в ускоренное стоит. У тебя плюсик, походу, появился. А, понятно. Вопрос. Скажите, устраивает ли вас пробитие Паттона на данный момент? Часто в лоб семерку и 75-ку рикошеты. В нижней, да и борта четверки и средней дистанции нет. Не устраивает. Не устраивает, но это должно быть, я считаю, правильный баланс. То есть, Паттон это самый требовательный, наверное, ну, один из самых требовательных к голде танков. То есть, приходится играть с голдой, да. Ну, вот не беру, я мы его с оболгашками под углом. Хороший бой такой. Ну, как-то в одну калитку мне такие не очень нравятся. То есть, нет вот этого чувства опасности. Что ты затащил бой, что ты такое полезное съел. Это всегда так. Ну, слив без вариантов, то выигрыш без вариантов. Народ спрашивает, где зачитывают вопросы. Вопросы зачитываем на сайте заряд.су. Заходим, у нас там наверху сразу висит плеер, где вы можете смотреть трансляцию. И справа от трансляции у нас чатик, где народ вот слудит, пишет вопросы. Я их зачитываю, наши мушкетеры, они отвечают. Также в канале игры вы можете задавать вопросы. Там очень много флодеров, поэтому вопросы выходят. Там сложно их прочитать. Красный, как вы относитесь к замене Т-52? Ведь о нем ходят плохие слухи, слишком уж он быстрый. Я думаю, на этот вопрос Мун ответит, как любитель Т-52. Нейтральная замена будет, то есть на игровом процессе никак не отродится. Просто танк сменят. То есть просто будет танк, который называется по-другому, да. И внешне будет другой. Единственное, что могут изменить, да, это поставят ему совсем другую пушку. То есть та пушка, которая сейчас на Т-52, она очень клевая и очень удобная. Вот если заменят пушку и поставят ее похуже, да, то вот это будет, конечно, плохо. А по мобильности, по маневренности, вроде такой же. Разве что габарит. Это могут быть другие. Этот узкий, как трамвайчик, низкий. Тот может быть толще. У него башня больше, по-моему. То есть легче будет попадать, когда он свинит. Он КВ-образный такой. Вообще он на КВ похож, такого меньше. Какой из ЛТ-5 ваш любимый? Чаффи. Толстопард. Т-52. Толстопард. Вот у нас мушкетеры собрались, которые каждый любит определенную назови. Это значит, что все сбалансировано. Всем привет. Привет. У нас стрим. Привет всем. У нас стрим, ребят. О, все. Я нужен на трению EMAX? Подожди, пока стрим, то есть сейчас закончим. Там канал ниже. А, ну все увидите. Зря я тут встал. Блин. Ой, мистер, мистер, стоит. Ты еще тут? Ангел, можешь его назад притащить? Да, сейчас зайду. Ага. Вернули мистера. Мистер. Ау. Слушай, тут Ангел говорил, что ты мастер спорта по бодибилдингу. По-моему, такого нету. Мастера спорта. Нет, я по бодибилдингу мастер спорта был. Ага. Ну, по-моему, это одно и то же. Примерно нет. Совсем разное. Но это все равно, Ангел, все равно как, ну, допустим, девушка. Клава не ей пришли в воду. Девушка пошла на пилинг и на петинг. Вот приблизительно так же, наверное. Но все равно он качком был. Я видел. Был, а сейчас еще нет. Сейчас нет. Танки мешают. Да нет, обстоятельства кое-какие не очень хорошие сложные в жизни. Пришлось забыть. Теперь гнешь не металл, а гнешь рандом. Ну да, что ли цветовым. Так, они по центру пушат? Или мы пушим? Я не могу понять вообще, где они и где они умирают. Вопросик, сколько примерно надо будет опыта для СТ-10? Какой китайский? Столько же. 250 тысяч. Ну, стандарт. Я буду запасать 250, но думаю, 200 хватит. Возможно, будет такая же фишка, как с артиллерией. У кого-то там, у кого пушка на седьмом уровне открылась. Переход будет меньше стоить. На меня бачат летит явно с плохой целью. Есть кто-то рядом? Нету. У меня нет. Окей. А у тебя хп нормально? Да. Нету. Уже не очень. Да. Фейлово заехал немножко, тут видите. На возвышенности стою, то есть нельзя было так становиться. Вот тут чувак жалуется очень долго, что у него писька один сантиметр, но я могу посоветовать только вступить в рейды, тут сразу. Не поможет. На два или на три. Ну, если один, то не поможет. Я думаю, его не возьмут просто. С одним не берут, конечно. Тогда вынужден тебя, Владик, огорчить. Это навсегда. Нет, да почему? Тут даже ребята всякие начали сочувствовать Владику. Это тот, который на головой тигре, наверное. А, это тот, наверное. Какие цифры у него? Ну, это выдающаяся личность. Владик 98.0. А, тот же, да, 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 да. Способный парень. Так, что у нас со временем? Последний, наверное, последний. Крайний бой. Как говорят пилоты. Да, 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 да. У меня клиент крашился. Угу, нужно было. Я тут прочитал вопрос. Апнутри батчат будет с собой конкурентом новом И-110. Они все, естественно, будут конкурентоспособны друг другу. Вот опять спрашивают, что за читы будут добавлены на сайт редов. Ну, парни, все увидите. Так, Мон, смотри в Twitch на Twitch, у нас сейчас ссылка и наки пошла. Стрим от Инна кинет. Угу. Уже? Уже. У него в 22.00 только начало должно быть, нет? Потому что я смотрю наш стрим. Обнови, да. Он почему-то. Его стрим идет? Его стрим идет. А, ну тогда, в принципе, можем закончить. То есть, что нам на один бой забирать назад канал? Думаю, смысл нет. Ну, блин, плохо закончили, на самом деле, без рекламы, без ничего. Не сказали, что... А что они забрали постарок? Ну, блин. Это неправильно поступили. Во-первых, они сейчас зрители, на что забрали. Я сейчас переподключусь, конечно, но надо его остановить. Найди его там, не знаю, где он вообще есть. Кто за? Угу, сейчас я пойду. Я сейчас перезапущу экспалит, и надеюсь, что я забыл. Надо это, бой сыграть все равно еще. Ну да.